— Ну и вот, ты должна понимать поэзию. Она исходит из души. Она может проявляться и в прекрасном поступке, и в прекрасных стихах. Пусть же Адель, уничижая себя, не заставляет его защищать свою будущую жену от нее самой. — Ты уверяешь, что я понимаю поэзию? — писала она. — Но ведь я никогда не могла написать ни одного стихотворения. А разве стихи не поэзия? На это он терпеливо отвечает. — Когда я сказал, что твоя душа понимает поэзию, я лишь открыл тебе одно из небесных ее дарований. — Разве стихи не поэзия? — спрашиваешь ты. — Стихи сами по себе еще не поэзия. Поэзия в идеях. Идеи исходят из души. Стихотворная форма — это лишь изящная одежда, облекающая прекрасное тело. Поэзия может быть выраженной прозой. Она только становится более совершенной благодаря прелести и величию стиха. — Многообещающее начало назидательных уроков в будущие вечера семейной жизни. Ради своей любви он принес большую жертву. Сблизился со своим отцом. А ведь ему казалось, что таким образом он изменяет память обожаемой матери. — Я робок и горд, а вынужден просить. Я хотел возвысить литературу, а работаю ради денег. — Я, любящий сын, чту память своей матери, а забываю мать, ибо пишу отцу. — Однако при ближайшем знакомстве отец оказался лучше, чем его рисовала оскорбленная госпожа Требюше. Генерал Гюго был очень славным человеком. К тому же он любил поэзию, сам писал новеллы и с превеликой скромностью считал их недостойными опубликования. Поняв, что сыновья, вопреки своим обещаниям, не занимаются юриспруденцией, он милостиво согласился, чтобы они избрали чисто литературное поприще. Генерал Гюго сыну Виктору. 19 ноября 1821 года. — Я прекрасно знал, что ни ты, ни Эжен не проявляете усердия в посещении лекций, и все ждал, когда же вы мне сообщите причину вашего небрежения. — Я не могу все приписать даже той уважительной причине, какую вы приводите в свое оправдание. И думаю, что надо искать ее в вашей прирожденной любви к литературе, в твоей склонности к поэзии, Виктор, в склонности, за которую я так бронил вашего дядю Жусто, ибо она отвращала его от обязанностей по службе. — Склонность эта весьма часто обладевает и мною, но у тебя-то она оправдана поистине превосходными стихами. — Ты зачат не на пинде, но на одной из самых высоких вершин вагезов, в пути из Люнывилев-Безансон, и как будто чувствуешь свое почти воздушное происхождение. Твоя муза всегда возвышена в тех творениях, кои я видел. У Виктора Гюго вошло в привычку посылать отцу свои оды. Генерал хвалил их, делая, однако, наивные эпидантические замечания о форме стихов. В отношении денег он проявил щедрость, и, оплакивая свои замки в Испании и потерянную субсидию, все же оказывал сыновьям помощь в меру своих возможностей. — Возможности эти возросли бы, — говорил он, — если бы правительство увеличило этому сумму пенсии, на что он имеет право. И Виктор, друг Шатабриана, могущественного в те годы, должен в этом помочь отцу. И так Виктор стал покровителем отца. И вскоре отношения их стали такими сердечными, что генерал пригласил его приехать поработать в Блуа, где он купил совместно с женой просторный загородный дом, бывшее владение монастыря Сен-Лазар. Но чтобы воспользоваться приглашением, следовало признать своей родственницей вторую жену генерала Гюго, а сыновья первой жены еще не были согласны на это. Так же, как и отца, Виктора Гюго очень тревожило здоровье Эжена. Насколько Абель был юношей спокойным и положительным, настолько Эжен давно был подвержен приступам ярости. Несомненно, что в их роду были характеры буйные, с болезненным воображением, видевшим вокруг всякие ужасы. Но у Эжена, особенно после смерти матери, эти опасные черты развелись так сильно, что вызывали беспокойство. Стихи своего брата он критиковал с такой завистливой злобой, что это коробило Феликса Бескара. Он где-то пропадал целыми днями, не проявлял больше ни малейшей привязанности к братьям, писал отцу гнусные письма, которые Виктор старался как-то извинить. — Подождем судить, дорогой папа. У Эжена доброе сердце, он признает свою вину. А истина была в том, что Эжен сходил с ума от ревности и в поисках облегчения давал волю приступам бешенства. Он не мог перенести мысли, что в скором времени его брат женится на Адели, и доходил до того, что говорил Виктору ужасные вещи о его невесте. Виктор Гюго, Адели Фуше, 30 ноября 1821 года В отвратительном свете предстал передо мной характер человека, которому я еще вчера был глубоко предан. Человека, ради будущности которого я отчасти пожертвовал своей будущностью. Человека, которому я отдавал плоды своего труда и бессонных ночей, хотя должен был считать их твоим достоянием. До сей поры я все ему прощал. В его низкой зависти, в его злобных и подлых выходках, я видел лишь неприятные странности желчной натуры. Боже мой, если б я сказал тебе, какого имени он заслуживает! Нет, я этого не скажу тебе. Я не хотел бы и самому себе это сказать. Ты не понимаешь меня, моя Адель. Ты удивляешься, что твой Виктор охвачен таким бурным негодованием и так неумолим к проступку брата. Адель, ты не знаешь, что он мне сделал. Я все ему прощал, и впредь прощал бы. Все, кроме этого. Лучше уж он зарезал бы меня во сне. На свете есть только один человек, в отношении которого я не могу простить ни малейшего оскорбления, даже намерения оскорбить. И, конечно, я говорю не о себе. Как посмел этот негодяй коснуться самого дорогого, самого святого для меня? Зачем вздумал он отнять у меня мое достояние, мою жизнь, единственное мое сокровище? Ах, если бы это был чужой мне человек! И все же он простил. Справедливость не позволила ему считать брата вполне ответственным за его выходки. Ведь порою казалось, что Эжем сам не сознает, что он говорит. Хотеть — это мочь. Пора мечтаний и силы, и прелести. Быть чистым, быть сильным, быть возвышенным и верить в чистоту людей. Виктор Гюго Больше шести месяцев прошло со времени помолвки в Дре, и вокруг семейства Фуше опять пошли сплетни. Дядюшка невесты, господин Астелин, человек неблагожелательный, старший брат Фуше, Виктор, приятели и кумушки говорили, что Адель серьезно компрометирует себя, принимая ухаживание юноши, который ничего не делает, не умеет заработать на жизнь и даже не может добиться согласия своего отца. Невеста проникла всякими сомнениями, стала настойчивой. Я вижу, Виктор, когда рассуждаю не в шутку, что у нас очень мало оснований считать нашу женитьбу возможной. Пойми положение моих родителей, они не видят ничего определенного. Жалобы Адели были кроткими и носили мещанский характер. Виктор, по самому складу своей натуры, вставал в таких случаях в позу гордого испанца. Я пойду к твоим родителям и скажу им, прощайте, вы увидите меня лишь, когда я добьюсь независимого положения и согласия моего отца, или не увидите вовсе. Затем он описывал с горечью, что должно за ним последовать. Он умрет, и когда-нибудь, Адель, ты встанешь с постели женою другого. Тогда ты возьмешь все мои письма и сожжешь их, чтобы не сохранилось никакого следа, оставленного моей душой на земле. И тотчас Адель с упорством практичной женщины возвращала его на землю. Какие огромные препятствия стоят перед нашей любовью, особенно если ты намерен предоставить событиям идти своим чередом. А в другом письме она говорит, да, друг мой, я довольна, что ты работал. Пожалуй, я еще более была бы довольна, если бы видел в твоей работе больше последовательности. Мне кажется, что за исключением иных случаев, которые нельзя предвидеть, не следует начинать новую вещь, пока не окончена та, над которой ты уже трудишься. Вот я какая придира. Все эти сомнения вызвали в нем вспышку гордости. Виктор Гюго, Адель и Фуше, 8 января 1822 года. Не спрашивай меня, дорогая Адель, отчего я так уверен, что создам себе независимое существование. Ведь тогда ты заставишь меня заговорить о некоем Викторе Гюго, которого ты не знаешь и с которым твой Виктор нисколько не стремился познакомить тебя. У этого Виктора Гюго есть и друзья и враги. Военное звание отца дает ему право появляться всюду и быть на равной ноге со всеми. Нескольким своим опытом, хоть и слабым еще, он обязан преимуществами и неудобствами ранней известности. Во всех гостинах, где он появляется чрезвычайно редко, люди, судя по его печальному и холодному лицу, полагают, что он занят какими-то важными замыслами. Меж тем, как он поглощен мечтами о юной девушке, кроткой, очаровательной, добродетельной и, к счастью для нее, неизвестной в гостинах. Мне очень часто говорили, да и говорят еще и сейчас, чересчур смело, конечно, что я призван к какой-то блистательной славе, повторяю эту гиперболу в точности, а сам я полагаю, что создан я для семейного счастья. Однако, если нужно пройти через известность, чтобы достичь этого счастья, я видел бы в славе лишь средство, а не цель. Я жил бы вне этой славы, хотя и относился бы к ней с почтением, как должно всегда относиться к славе. Если она придет ко мне, как это предсказывают, скажу, что я не надеялся на нее и не желал ее, ибо все мои надежды и желания я отдал тебе одной. Но почему, спрашивается, их брак невозможен или еще очень далек? Друг, субсидии ведь обещаны министрам. Очень возможно, друг мой, что через несколько месяцев мне предоставят несколько мест с окладом в две-три тысячи франков, и тогда с теми деньгами, которые принесет мне еще и литература, разве мы не сможем жить тихо и мирно, в уверенности, что наши доходы будут возрастать по мере того, как будет увеличиваться наша семья? — Согласи генералу Гюго, но скажи мне, почему отец, увидав, что я достиг независимости, отказался бы сделать меня счастливым? Отец мой человек слабый, но, несомненно, добрый. Если сыновья выразят ему искреннюю привязанность, они могут оказать на него большое влияние. Я надеюсь, что после того, как отец сделал мою мать несчастной, он не захочет обречь и меня на несчастную жизнь. Придет день, Адель, когда мы с тобою будем жить под одной кровлей, в одной комнате, и ты будешь засыпать в моих объятиях. Радости супружества станут нашим долгом и нашим правом. Мечты, чаровавшие пылкого юношу, который читал и создавал любовные стихи, но жил в строжайшем целомудрии. Он хотел, чтобы это тоже стало достоинством в глазах его невесты. Я счел бы обыкновенной женщиной, то есть довольно ничтожным созданием, ту молодую девушку, которая вышла бы замуж за молодого человека, не будучи убежденной и по его принципам, известным ей, и по его характеру, что он не только человек благоразумный, но, употреблю тут слово в полном его смысле, что он девственник, как девственна она сама. Но реакция со стороны Адели была неожиданной. Разве можно говорить о таких необычайных вещах с благовоспитанной девушкой? — Разумеется, можно, — ответил пылкой жених. — Я тебе доказал, как велика твоя власть надо мной, ибо один лишь образ твой сильнее всего волнения и чувств, свойственного моему возрасту. — Я тебе сказал, что человек настолько бессовестный, что он нечистый, испачканный, готов соединить свою жизнь с чистой, непорочной девушкой, достоин презрения и негодования. — Будь я женщиной, и мой суженый сказал бы мне, ты была мне оплотом против всех других женщин, ты первая женщина, кого я сжимал в своих объятиях, единственная, кого я буду обнимать. Я с наслаждением привлекаю тебя к своей груди, я с ужасом и отвращением оттолкнул бы всякую другую женщину. — Мне кажется, Адель, что будь я женщиной, подобные признания любимого отнюдь не были бы мне неприятны. — Но, может быть, ты не любишь меня? — Нет, она любила его, как истая дочь супруга Фуше, то есть гораздо проще. 8 марта 1822 года, подфлёстываемые ею, Гюго решился, наконец, попросить у отца согласие на брак. Письмо он показал невесте, и та нашла, что оно написано очень хорошо, за исключением ее портрета, ибо Виктор изобразил ее сущим ангелом. — Во мне же нет ничего ангельского. Выкинь, пожалуйста, эту мысль из своей головы. Я земная. О, чудесный реализм женщин! Затем она попыталась объяснить ему, что для нее счастье дороже славы. — Как ты можешь говорить мне, что я должна считать мой брак с тобой лестным для себя только по тому соображению, что твой отец имеет высокий ранг? — Ужасное заблуждение с твоей стороны. Какое мне дело до всяких рангов и званий? Заявляю тебя, что это твое важнейшее соображение для меня самое последнее. Помни, мне все равно, стану ли я женой академика, лишь бы я была твоей женой, и пойми, имеет ли для меня значение, что я буду снохой генерала. Прошло несколько дней тревожного ожидания. Влюбленные говорили, что если отец не даст согласия, они убегут и поженятся в какой-нибудь чужой стране. На этот раз благовоспитанная девица с улицы Шерш-Меди поднялась до высоты страсти. Напрасные дерзновения. В ответе генерала Гюго, в общем благоразумном, дано было согласие с определенными оговорками. Он совсем не порицал привязанность сына к Аделе Фуше. Общественный ранг супругов Фуше, старых его друзей, он считал вполне достаточным. Куда больше его беспокоило то, что ни у жениха, ни у невесты нет никакого состояния. Ах, если бы у него были те миллионы реалов, которые обещал ему Жозеф Бонапарт. Но у него ничего не было. Из всего следует, что прежде чем думать о женитьбе, тебе надо приобрести профессию или получить должность. А я не считаю таковыми литературное поприще, как бы ни были блестящие твои первые на нем шаги. «Когда ты выполнишь то или другое условие, я охотно помогу тебе осуществить твое желание, коему я нисколько не противлюсь». В этом послании было только одно темное облако. Генерал настойчиво говорил о теперешней своей супруге. Чтобы сохранить его благоволение, необходимо было признать его второй брак, что Виктор Гюго и сделал с большим тактом и обычным своим достоинством. Наступило лето. А в летнюю пуру фуши обычно уезжали из Парижа. Было решено, что они снимут дом в Жентильи, и что Виктор Гюго, теперь уже признанный жених, будет туда приглашен. Но для приличия его поместят на голубятни. Госпожа Фуше ждала тогда четвертого ребенка, поздний плод супружеской любви, и беременность эту переносила тяжело. Адель писала Виктору. «Если мама подарит нам братца, должна ли я уговаривать ее, чтобы она сама его кормила? Мама уже в таком возрасте, что не может одна ухаживать за малюткой, и мне придется пробыть в семье еще года два, по меньшей мере. Если ты полагаешь, что я обязана остаться дома на это время, тогда я посоветую маме не отдавать его кормилице. «Скажи откровенно, как ты думаешь. Нас всех кормили дома, и я хотела бы, чтобы так было и с этим крошкой. Это во многом зависит от меня. Я хочу, чтобы ты выразил свою волю». Что ответил Гюго на этот вопрос, нам неизвестно. Вероятно, он не имел никаких возражений против того, чтобы его будущего Шурина отдали кормилицам. Адель Виктору. «Так значит, ты приедешь, Жентильи, какое счастье! Буду видеть тебя каждый день, каждый день буду говорить с тобой. Если мы поспорим из-за чего-нибудь, то размолвка наша будет короткой. Когда я выйду утром в сад, а ты будешь у себя на голубятни, мы поздороваемся друг с другом. Но гулять нам вдвоем в саду без мамы нельзя, так приказано. Придется уважить родителей. Они наложили запрет, полагая, что так должно быть». Виктор Гюго выразил в ответном письме свою радость. Затем вспомнил свою замечательную мать. Соединив нас, она-то уж не вздумала бы ставить между нами такие странные и почти что оскорбительные преграды. Уважая нас обоих, она считала бы унизительным для себя стеснять нашу свободу. Наоборот, она пожелала бы, чтобы в возвышенных задушевных беседах мы оба готовились к святой близости в браке. Как было бы мне сладостно наедине с тобой бродить в вечернем сумраке, вдали от всякого шума, под деревьями, среди лужаек. Ведь в такие минуты души открываются чувства, неведомые большинству людей. Несмотря на то, что вечера приходилось проводить в кругу семьи, в постоянном стеснении, он с наслаждением вкушает счастье в жентильи. Дни покоя, упоения и тайн, когда Аделю кратко навещала жениха на его башне и дозволяла ему сорвать поцелуй с ее уст, обнять ее. Ах, почему двое любящих не могут провести жизнь в объятиях друг друга? Но для того, чтобы упрочить счастье жентильи, надо было преуспеть. И вот Виктор Гюго торопил издание своих от отдельным томом. Сборник был напечатан на средства щедрого Аделя. И был доверен для продажи книжной лавки «Пелесье», находившейся на площади Поля-Рояль. Причем Адель сделал брату деликатный сюрприз, послав ему оттиски корректуры. Томик появился в июне в зеленовато-серой обложке, тиражом в полторы тысячи экземпляров. Автору причиталось по 50 сантимов с экземпляра, то есть 750 франков за все издание. Первый экземпляр, как и подобало, он преподнес невесте. Моей любимой Адели, ангелу, с которым вся моя слава и все мое счастье. Виктор Эта первая книга поэта называлась «Оды и различные стихи». В предисловии подчеркивалась политическая направленность автора. Убедившись, что французскую оду справедливо обвиняют в холодности и однообразии, он поставил своей задачей привлечь к ней интерес не столько формой, сколько вложенными в нее идеалами. История человечества исполнена поэзией лишь в свете монархических идей и религиозных верований. Большинство стихотворений, включенных в сборник, были написаны в благонамеренном тоне и посвящены историческим темам. Эти изящные упражнения старательного и весьма одаренного школьника воспевали восстановление статуи Генриха IV, рождение герцога Бордовского, оплакивали смерть герцога Берийского. И все эти заказные стихи недостойны были юноши, который следовал в Италии и в Испании за победоносными орлами Наполеона, видел возвышение и падение императора, и еще подростком был свидетелем опал и смертей. Читатели либеральных взглядов возмущали апострофы, прозапопии и другие риторические фигуры в произведениях юного ультра-роэлиста. И они не склонны были признать поэтические достоинства его от. Роэлистская пресса, на которую он рассчитывал, не откликнулась на них. Статей было очень мало. Литературная критика занимала тогда весьма скромное место. А Гюго почитал недостойным всякого уважающего себя человека обыкновение тогдашних литераторов выпрашивать у журналистов похвальные отзывы. Я пошлю свою книгу в газеты. Они скажут о ней, если сочтут это уместным, но я не буду клянчить у них похвал в виде милостыни. Ламине одобрил его. Мне нравится ваша прямота, ваша откровенность и ваши высокие чувства. Нравится еще больше, чем ваш талант, хотя и он мне очень нравится. Да, бог мой, что такое эта суетная шумиха, именуемая славой, известностью, так быстро угасающая в тишине могилы? Однако ж книга расходилась неплохо, и это ободряло автора, ибо приближало день его свадьбы. Теперь уж Адель сама дерзала навещать одна, без провожатых, своего заболевшего жениха в его парижской мансарде. Пусть говорят, что хотят, мне все равно. В иных случаях я без угрызений совести способна пойти против родительской воли. Но чтобы принадлежать друг другу, они ждали свадьбы. Адель Виктору Еще три месяца, и я всегда буду возле тебя. И стоит нам подумать тогда, что мы не сделали ничего недостойного, что мы могли бы раньше быть вместе, но предпочли такому блаженству, уважении к самим себе, конечно, мы будем от этого сознания еще счастливее. Три месяца. Адель осмелилась назначить срок, ведь теперь уже ждали только назначения ежегодного пособия. На это дано было твердое обещание. Но чиновники в министерстве все тянули. Они ведут дело о моем пособии именно как дело, не подозревая, что речь идет о человеческом счастье. Очаровательная фраза. Наконец вмешался аббат герцог Дероган. Добился поддержки герцогини Берийской. И 18 июля 1822 года Виктор Гюго мог написать отцу, что все, наконец, завершилось. Пособие назначено в сумме 1200 франков в год из особых фондов короля. Такую же субсидию обещало ему и Министерство внутренних дел. Добавив к гарантированным пособиям ту сумму, которую дадут поэту литературные гонорары, молодые супруги могли просуществовать, тем более что добрые родители предлагали дочери и зятью жить вместе с ними. Генерал Гюго тотчас написал официальное письмо. — Виктор поручил мне просить у вас для него руки той молодой особы, счастье которой он надеется составить и от которой сам ждет счастье. Господин Фуше ответил любезным письмом. Он хвалил любовь к порядку и серьезность Виктора, радовался, что возобновятся давнишние узы дружбы с генералом Гюго и выражал сожаление, что не сможет дать за дочерью приданого. Она получит две тысячи франков, мебелью, одеждой и деньгами. И молодые супруги будут жить в Тулупском подворье до тех пор, пока не смогут зажить своим домом. Теперь не хватало только свидетельства о крещении жениха. Увы, его не было. Генерал плохо помнил те далекие дни, но полагал, что его сына не крестили, если только жена не окрестила младенца без ведома отца, что оказалось невероятным при ее вольтерианстве, которое она всегда выказывала. У Виктора была религия, но не какая-нибудь определенная религия. Генерал Гюго подсказал выход. «Меня уверяют, что если сделать викарию Сен-Сюльпис заявление, что ты был крещен в чужой стране заботами матери и в отсутствии отца, но тебе неизвестно, где это произошло, то священник вторично окрестит тебя в присутствии крестного отца и крестной матери по твоему выбору». «После этого ты немедленно пойдешь к первому причастию, и больше уже не будет никаких препятствий к тому, чтобы тебя вдвенчали в церкви». Неприятное мошенничество. Однако казалось невозможным признаться благочестивым супругам Фуше, что Софи Гюго воздержала совершить над сыном таинство, которое делает человека христианином. По совету своего знаменитого друга, господина де Ламене, Виктор попросил отца удостоверить, что его сын был крещен в Италии. Генерал удостоверил все, что требовалось, а Ламене выдал свидетельство об исповеди. Сан-Батиста Селин и маркиз Дювидаль де Монферье. Генерал Гюго на свадьбу не приехал. Свадебный обед устроили в доме Фуше, потом состоялся бал в Большом зале военного совета, в том самом, где генерал Лагари, крестный отец Виктора, был приговорен к смертной казни. На балу Феликс Бескара, молодой классный наставник с рябоватым лицом, заметил необычайное нервное возбуждение Эжена. Он как будто был вне себя и говорил что-то странное. Не привлекая внимания гостей, Бескара предупредил Абеля, и они вдвоем увели несчастного. Ночью с ним случился настоящий припадок буйного помешательства. Эжен, юноша угрюмого нрава, считавший себя жертвой преследования, был влюблен в Адель. Страдал от давней жестокой ревности и не мог перенести картину счастья своего брата. К счастью для молодых супругов, им ничего не сказали в тот вечер о случившейся трагедии. Наконец-то совершилось то, чего они ждали столько лет. Они провели ночь под одной кровлей и в объятиях друг друга. Для новобрачного, столь целомудренного в своих поступках и наделенного столь пылким воображением, было упоительным счастьем обладать этой девушкой, которая была в его глазах самим олицетворением красоты, и стать одним из сыновей в семье Фуше, жить в этом тулузском подворье, где год тому назад он видел в окно, как его невеста с цветами в волосах танцевала в объятиях другого. Покойная мать, обладавшая сильной волей, учила его, что можно подчинять себе событиям. Какой путь он прошел за истекший год. В двадцать лет он уже был на пороге славы. Его читали и старик-король, и молодые люди. Министерство назначило ему пособие. Поэты уважали его. Упорной борьбой он завоевал свою избранницу. Он вновь обрел привязанность отца. Всех заставил признать, что его выбор жизненного поприща был верен. После стольких несчастий все это казалось счастливым сном, полным блаженного сумрака и любви, счастливым сном, в котором неким волшебством исполнились мечты ребенка. Но волшебство творил он сам. Эго юго. Я юго, латынь, примечание редакции. Он заслужил эту ночь счастья. Несомненно, в нем жила могучая сила страсти. Но он испытывал также потребность сочетать плотские наслаждения с самыми возвышенными человеческими радостями. «Где истинный брак, — сказал он однажды, — там свет идеалов». «Над брачным ложем во тьме брежет заря. Это истинное блаженство. Нет других радостей, кроме этих. Любить, испытать любовь — этого достаточно. Не требуйте больше ничего. Вы не найдете иной жемчужины в темных тайниках жизни». В те времена, когда он писал эти строки, молодая и столь любимая супруга стала грустной, разочарованной женщиной и хотела быть его женой только по имени. Однако даже в этом обманчивом будущем, когда Адель станет Евой, которую ни один плод не соблазняет, Гюго никогда не забудет, что однажды, давным-давно, они изведали вместе почти сверхчеловеческое счастье. Адель Фуше мало чем отличалась от многих и многих девушек. Но именно такая, какой была она, наивная, немного упрямая, с художественной жилкой — это доказывают ее рисунки, совсем не глупая, но равнодушная к поэзии, она помогла рождению поэта. И у него нашлись слова, чтобы сказать, чем он обязан был этим годам тоски и страсти. «О, будь вы молоды, стары, бедны, богаты, но, коль по вечерам тревогу и объяты не вслушивались вы в легчайший шум шагов, коль белый силуэт, мелькнув в аллее спящей, вам сердце не пронзал, как метеор слепящий пронзает на лету угрюмой тьмы покров, коль вам пришлось узнать лишь по стихам влюбленных, страданием радости и страсти опаленных, блаженство высшее без меры и границ, незримо властвовать над чьим-то сердцем милым и видеть пред собой, подобные светилам, любимые глаза в тени густых ресниц. Коль не случалось вам под окнами устало ждать окончания блистательного бала и выхода толпы разряженных гостей, чтоб в свете фонаря увидеть на мгновенье прелестного лица весеннее цветенье и голубой огонь единственных очей, коль не терзались вы ни ревностью, ни мукой, узрев в чужих руках вам дорогую руку, уста соперника у розовой щеки, коль не следили вы с угрюмым напряжением, за вальсом медленным и чувственным кружением, срывающим с цветов душисток лепестки, коль вам не довелось тогда в тиши дремотной, пока вдали от вас, свежая и беззаботно, она вкушает сон, метаться и стонать, и горько слезы лить, и звать ее часами, в надежде, что она появится пред вами, и горькой свою дел бессильно проклинать. Коль взоры женщины, вам душу обновляя, не открывали врат неведомого рая, Коль ради той, чьи дни спокойны и легки, кто в ваших горестях лишь ищет развлечений, не приняли бы вы и смерти, и мучений, любви не знали вы, не знали вы тоски. Виктор Гюго Собрание сочинений, том первый Бросим последний взгляд на молодого человека с высоким лбом, на юношу, исполненного опасной девственности, с которым мы расстаемся на пороге спальни новобрачных. Этот прекрасный рыцарь, вступающий в жизнь, верит в свои силы. Он ждет славы и нисколько не сомневается, что слава придет к нему, хотя ему только еще двадцать лет, и он уже не раз испытывал чувство отчаяния. Как это называется, говорит один из персонажей писателя Жараду, когда день встает такой вот, как сегодня, и когда все испорчено, все разграблено, а ты все-таки дышишь воздухом, и когда все потеряно, когда город горит, невиновные убивают друг друга, но и преступные агонизируют при свете занимающегося дня. А нищий отвечает, «Этому дано прекрасное имя, жена Нарсесса, это называется Зарей». Как же называется то время, когда чувства пылают, а сердце исполнено чистотой? Когда гений вот-вот вырвется наружу, но никто еще не постиг его? Когда человек чувствует себя сильнее всего мира, но еще не может доказать ему свою силу? Когда в едва начавшейся жизни человека уже столько трагических воспоминаний, а сердце его поет с груди. Когда он так нетерпелив, и то впадает в отчаяние, то преисполнен надежды. У всего этого прекрасное имя жена Виктора Гюго. Это называется молодостью. Часть третья. Часть торжества. Надо только жить, видеть все, как оно есть, а то и все наоборот. Сент-Дов. После свадьбы. Утром после свадьбы новобрачных не тревожит, оберегая покой упоенных друг другом счастливцев и отчасти их поздний сон. Виктор Гюго. Отверженные. Часть пятая. Книга седьмая. Последний глоток из Чаши страданий. Глава первая. Седьмой круг и восьмое небо. Примечание редакции. У Адели и Виктора Гюго не было этого спокойного пробуждения. Рано утром взволнованный без кора постучался в дверь их спальни. Состояние Эжена было ужасным. Виктор поспешно собрался, последовал за своим другом и застал своего бедного товарища детских лет в горячечном бреду. Эжен зажег у себя в комнате все свечи, как на свадьбу, и рубил мебель саблей. Целый месяц Адели и Виктор Гюго, Поль Фуше и кузен Требюше, сменяя друг друга, ухаживали за ним. Пришлось уведомить отца, и генерал тотчас совершил путешествие из Блуа в Париж. Он не приехал порадоваться счастью, он хотел быть участником горя. Виктор и Адель приветливо встретили дорогого папу, которому они были обязаны своим браком. Как инии на солнце, исчезла у сына горькая обида в лучах доброты этого превосходного человека. Отцу было тяжело слышать безумный бред красавца сына, которого он видел в Корсике и в Италии пухленьким и веселым малышом, потом в Мадриде, многообещающим учеником коллежа. Он решил, и это делает ему честь, увезти его с собой в Блуа. Там к Жену как будто вернулся на некоторое время рассудок, и он даже написал Виктору, поздравил молодую чету и пожелал ей счастья. Он говорил в этом письме, что отец и мачеха, госпожа Гюго, очень добры к нему. Увы, случился новый припадок буйного помешательства, такой серьезный, что больного пришлось отвезти обратно в Париж и поместить в лечебницу доктора Эскероля. Туда нужно было платить по 400 франков в месяц. Такой возможности у семьи не было. Виктор выхлопотал, чтобы его брата поместили за казенный счет в Сен-Морис, к доктору Руайе Калару. Врачи находили, что больной неизлечим. Несчастный Эжен стал чем-то вроде живого трупа. Братья редко навещали его. Эжен Гюго, Виктору, 12 декабря 1823 года. «Вот я здесь уже семь месяцев, а ты был у меня только один раз, а брат Абель два раза. Но ведь должно же быть у тебя некоторое желание увидеться со мною, и тебе нетрудно было бы удовлетворить его». Эти слова такой трагический упрек. Ужасная судьба брата была для Виктора Гюго постоянной причиной печали и смутных укоров совести. Уж не он ли, восторжествовав над Эженом и в поэзии, и в любви, довел его до отчаяния. Он не совершил ни преступления, ни греха против несчастного, и все же тема «Братья-враги» стала неотвязно преследовать его. Она возникала во всех формах, в драматургии, в поэзии, в романе. Иногда Каин назывался сатаной, иногда Клодом Фролло, в соборе Парижской Богоматери, Иовом в Бургграфах. Иногда он появлялся под своим настоящим именем, как, например, в совести или в конце сатаны. А то, что второй брат носил имя Абель, хоть, может, укрепляло эту навязчивую мысль. А ведь сам Виктор не сделал ничего дурного. Уж скорее, Эжен, мучимый ревностью, играл в отношении его роль Каина. Но всегда Виктор видел в своих кошмарах заживо погребенного, темницу железной маски, могилу узников Торквемады. Всегда воображение рисовал ему несчастного, скорчившегося в темноте под низким сводом. О, гений! О, безумие! Ужасное соседство! Он знает о таком соседстве. Всякий мечтатель, а Виктор Гюго любит называть себя мечтателем, носит в себе воображаемый мир. У одних это грезы, у других безумие. Этот сомнамбулизм свойственен человеку. Некоторое предисположение ума к безумию, недолгое и частичное, совсем нередкое явление. Это вторжение в царство мрака не лишено опасности. У мечтательности есть жертвы, сумасшедшие. В глубинах души случаются катастрофы, взрывы рудничного газа. Не забывайте правила. Надо, чтобы мечтатель был сильнее мечты, иначе ему грозит опасность. Всякая мечта — это борьба. Возможное всегда подходит к реальному с каким-то таинственным гневом. Химера может подточить человеческий мозг. В Викторе Гюго мечтатель всегда был сильнее мечты. Его спасло то, что он сублимировал в стихах свою тоску и галуцинации. Он прочными корнями врос в реальность. Но в Эжене он узнавал того, кем он и сам мог бы стать. От мрачного огня, горевшего в его душе, ни одна вспышка не вырывается наружу. Все, кто знал Виктора Гюго в первые месяцы его брака, замечали его торжествующий вид, словно у кавалерийского офицера, захватившего вражеский пост. Это объясняло сознанием своей силы, порожденным его победами, упоительной радостью обладания своей избранницей. И вдобавок после сближения с отцом у него появилась гордость отцовскими военными подвигами, к которым он, как это ни странно, считал себя причастным. Почитателей, видевших его в первый раз, поражало серьезное выражение его лица и удивлялось, каким достоинством, несколько суровым, принимал их на своей вышке этот юноша, проникнутый наивным благородством и одетый в черное сукно. «Очень любопытно смотреть на эту молодую чету», говорит Сен-Валери в письме Красегье. «Это любовь двух ангелов и куда более поэтичная, чем в стихах Томаса Мура. У молодой госпожи Гюго были темные и блестящие волосы, очень красивые андалузские глаза, и вдобавок странное сочетание спокойствия и страсти в ее облике, некий подавленный порыв чувства, готового вырваться». На первый взгляд в ней не было обаяния, надо было всмотреться в нее, и тогда выступала ее прелесть. Вскоре Адель забеременела, и Виктор Гюго был счастлив своим ранним отцовством. Такой молодой он уже испытывал желание жить семейной жизнью, быть супругом и отцом. Как-то сама собой вокруг него возникала патриархальная атмосфера, идиллическая и вместе с тем возвышенная. Теперь ему нужно было зарабатывать на троих. Леопольд Гюго II родился ровно через девять месяцев после свадьбы, 16 июля 1823 года. Работа, работа, работа в мансарде над кронами развесистых каштанов на улице Шершмеди. Создавались новые оды. Закончен был роман «Ган-Исландец» и вручен Персану. Маркиз, ставший издателем, обязался в контракте заключенным с Гюго переиздать оды и выпустить роман «Ган-Исландец» в количестве тысячи экземпляров. Но из причитающегося ему гонорара Гюго получил только 500 франков, так как Персан обанкротился и, не имея возможности уплатить автору, оклеветал его. Это дело обычное. Для Гюго началось время познания гнусных сторон литературных нравов. Пришлось еще раз прибегнуть к помощи отца. По счастью, министр внутренних дел назначил ему второе пособие в 2000 франков в год, а добряк Фуше пригласил на лето молодое семейство в Жентильи. Но на этот раз Виктору Гюго поместили уже не на готической голубятне, а в комнате Адели. Роман «Ган-Исландец» издан был в четырех выпусках, в серой обложке, на грубой бумаге и без фамилии автора. «Это своеобразное сочинение», возвещал Персан, «говорят, является первым прозаическим произведением молодого писателя, уже известного по его блестящим успехам в поэзии». Это книга, в которой Виктор Гюго вдохновлялся английскими черными романами «Матюрена», «Льюиса», «Госпожи Рабклиф». Когда-то начата была и для заработка, и для того, чтобы воплотить в образах ее героев, Этелия и Орденера, любовь Гюго к Аделе Фуше. Не следует забывать, что в нагромождении убийств, чудовищ, виселец, палаче и пыток Гюго допускал в сознательную нарочитость и пародию. Это было виртуозное произведение в неистовом жанре. Мистифицировал автор и своей мнимой эрудиции. Он прочел наугад малоизвестные книги, например, «Путешествие в Норвегию» Фабрициуса, «Наследник датского престола» Малле, и внес в свой роман целую кучу неудобоваримых псевдонаучных сведений. Настоящее имя Одина — Фриге, сын Фридульфа. Этот педантизм импонировал, но Гюго не произвел сколько-нибудь серьезных изысканий, чтобы изобразить тот мир, который он описывал. В своем предисловии он и признавался в этом с иронией. Автор ограничится лишь замечанием, что живописная сторона его романа была предметом особых его забот, что в нем часто будут встречаться буквы «К», «Й», «Х» и «В», хоть обычно автор употребляет их чрезвычайно скупо, что читатель равным образом найдет здесь многочисленные дифтонги, которые варьируются с большим вкусом и изяществом, и что, наконец, всем главам предшествуют странные таинственные эпиграфы, чрезвычайно усиливающие их интерес. Виктор Гюго в предисловиях Ганну Исланцу Примечание редакции Читая этот роман, скажешь, что здесь Гюго ближе к Стерну или Свифту, чем к Вальтеру Скотту или Мунку Льюису. Однако ему удалось вызвать и ужас, и интерес. Ему помогал в этом странный характер его воображения. У его отца и братьев была так же, как у него самого, склонность к мрачной фантастике. Как Байрон он щедро разбрасывал черепа, из которых его герои пили морскую воду и человеческую кровь. Он заявлял, что в Жентильи он будто бы работал в своей башенке в обществе летучей мыши. Друзья Гюго не приняли эту книгу всерьез. Ламартин написал ему Сен-Пуана 8 июня 1823 года. Мы перечитываем ваши восхитительные стихи и вашего ужасного Гана. Скажу мимоходом, что, по-моему, он чересчур ужасен. Смягчите свою палитру. Воображение, как лира, должно ласкать слух. Вы ударяете по струнам слишком сильно. Говорю эти слова, имея в виду ваше будущее, ведь у вас оно есть, а у меня его уже нет. Желчные и остроумные Анри Делатуш в статье «Отомщенные классики» высмеял нового романиста. Беззвездная полночь, готический зал, писатель-романтик собрату сказал, «Прошу вас, ответьте, месье, без стыда, по вкусу вам кровь и морская вода». Вы вешали брата, смеясь от души, внимали, как жертва стонала в тиши. Скажите, у вас не дрожала рука, когда вы веревку снимали с крюка? Действительно, ган-исландец был чересчур ужасен, как говорил Ламартин, и давал богатый материал для пародий. Но какая тут энергия, сколько фантазии! Шарл Надье напечатал в газете Кодисьен статью, в которой он выразил сожаление, что молодой автор романа заставил себя изыскивать всякие уродства в жизни, отвратительные аномалии, но вместе с тем, несомненно, что далеко не всякий писатель способен начать с подобных заблуждений. Надье хвалил бойкой живописный слог Гюго и тонкость передачи некоторых чувств. Статья для молодого автора упоительная, когда она подписана таким именем. Критик и романист Шарл Надье был на 22 года старше Гюго. Он прожил жизнь весьма странную. Отец его, Растрига оратарьянец, стал в Бизансоне главой революционеров, однако в воспитании своего сына этот Сан-Кюлот доверил некоему бывшему Жеродо Шантран. Мальчик бесконечно много читал, увлекался Амьором, Саром, Монтенем, читал Гомера в подлиннике, учитель прямо с листа переводил ему Гёте и Шекспира. Надье женился в городе Доль на женщине без недостатков и без денег. Он стал библиотекарем в Бизансоне, затем секретарем совершенно сумасшедшего англичанина сэра Герберта Крофта и, наконец, библиотекарем в городе Лейбахе в Иллирии, стране, откуда он привез множество сюжетов для своих произведений Жанс-Багар, Смарра, Трильби или Аргельской Лесной Дух. Но Надье был по натуре своей человек благожелательный и смелый. Он чем-то напоминал Гофмана. Был он и ботаником, и энтомологом, художником, путешественником и археологом, без ума влюбленным в готику. Он знал все. Поступив в Деба, а затем в Кодисьен, он поддерживал молодых литераторов как товарищ, затем как старший брат. Постепенно он приобрел большой вес. Гюго побежал на улицу Прованс поблагодарить его за статью о Гане Исланце и не застал дома. На следующий день Надье, лицо угловатое, глаза живые, усталые, облик фантастический и задумчивый, пришел к супругам Гюго, которые пригласили его с женой и дочерью Мари, двенадцатилетней девочкой, отличавшейся однако чуткостью взрослой женщины. Это было началом искренней дружбы. Альфред Девиньи расхвалил Гана Исланца. Друг мой, говорю вам, и вы уже сотый человек, которому я это говорю, хоть и живу в Орлеане, вы создали прекрасное и долговечное произведение. Вы стали во Франции основоположником романа в духе Вальтера Скотта. Сделайте еще один шаг. Натурализуйте гениальный вымысел, для которого вы избрали Норвегию. Измените имена и декорации, и мы возгордимся еще больше, чем шотландцы. Все в романе полно неослабного животрепещущего интереса. Я перевел дух, только когда прочел последнее слово. Благодарю вас от имени Франции. В этом же письме Виньи говорил о своих сердечных горестях и доверил их Гюго. Оказывается, он влюбился в дельфину Ге. Любовь была взаимной. Дельфина не осталась равнодушна к самому обаятельному из всех, как говорила ее мать Софи Ге. Но графиня до Виньи полагала, что сын ее должен жениться на богатой, чтобы восстановить положение разорившейся семьи, и она наложила свое вето. Виньи с грустью подчинился, мирилась с этим и дельфина. Отношения с генералом Гюго становились все более родственными. Отец с сыном переписывались по поводу Эжена, затем по поводу выраженного Леопольда Гюго желания, чтобы его вновь зачислили в армию и повысили в чине. Виктор занялся этим делом и говорил даже, что надеется выхлопотать у Шатабриана посольский пост для генерала. Он оказал также покровительство отцу в отношении его мемуаров и добился, что книгоиздатель Лавака напечатал их. Материальные интересы оказались полезны для усиления добрых чувств. У генерала Гюго было две цели — найти опору в сыне, пользовавшемся высокими милостями, а кроме того заставить детей признать новую госпожу Гюго, которая, как он говорил, была второй матерью для всех вас. Действительно, когда Адель в тяжелых родах произвела на свет первого сына и бедный ангелочек казалось вот-вот зачахнет, генерал Гюго и его супруга взяли ребенка вместе с кормилицей в блуа и поместили в просторном белом доме, который они там купили. Девицу Тома теперь уже называли не иначе, как бабушка Леопольда. Адель вышла чепец для своей свекрови, а ведь едва прошло два года с тех пор, как похоронили первую госпожу Гюго. Девятого октября маленький Леопольд умер. Виньи, служивший в полку, который стоял гарнизоном в по, написал Виктору Гюго. Ваша отцовская скорбь пришла так скоро после скорби о матери о больном брате. Вы удручены семейными горестями, хотя семья естественное содружество наших близких и нам хочется видеть в ней единственный источник всех благ. Боже мой, как печальна жизнь, друг мой! По поводу болезни Эжена Эльфред Девиньи очень образно сказал о той страшной казни, которая подвергает нас наша физическая природа, когда она вдруг распадается задолго до смерти и когда души уже нет в теле, а оно стоит и улыбается, как эти ужасные фигуры в Геркулануме. Но Гюго, несмотря на пережитые несчастья, мать, брат, сын, не считал жизнь печальной. Он был полон жажды жить, работать, любить. Адель снова зачела ребенка. Виктор, говорил Эмилю Дешан, Без устали творит Оды и детей. Французская муза Замечательные времена реставрации, когда у людей была романтическая душа и классическая выучка. Морис Борес За время 1819 по 1824 годы под двойным влиянием Андре Женье и размышлений Ламартина, при отзвуках шедевров Байрона и Вальтера Скотта и громких стенаний Греции, в самый разгар религиозных монархических иллюзий реставрации, возник своего рода альбом прелюдий, в которых преобладала туманная меланхолия, жажда идеального, рыцарский тон и зачастую утонченное изящество отделки. Так характеризовал их Сент-Дёв. Лауреаты тулузских литературных конкурсов, нежный суме, ржеволосый и темпераментный Геро с его гасконской речью первые задавали там тон. Эмиль Дешан предложил создать кружок и основать журнал. Так возникла французская муза, объединявшая изысканных, чересчур изысканных молодых людей, любивших поэзию рейлистов по традиции, христиан из приличии по смутному чувству. Программа была составлена так. В религии христианские чудеса в духе Шатабриана вместо языческих непристойностей времен империи. В политике монархия в духе хартии. В любви рыцарской платонизм. Это было нечто нежное, благоуханное, ласкающее душу и пленительное. Посвящение производили похвалами. Поэты узнавали и приветствовали по какому-то таинственному признаку. Позолоченные рыцарства, разукрашенные средневековья, прекрасные дамы, обитавшие в замках, пажи и их покровительницы, христианские молитвы в уединенных часовнях, и отшельники, бедные сироты, маленькие нищие. Все это имело бешеный успех и составляло основной запас сюжетов, не считая бесчисленных личных горестей. Члены Содружества называли друг друга просто по имени Альфред, Эмиль, Гаспар или Виктор. В это сентиментальное франкомасонство входили и женщины. Красавицу Дельфину Ге все называли Дельфина. Но когда Жуль де Рассегье, первейший трубадур из этих трубадуров, Картаве попросил у Виктора Гюго разрешение называть его жену запросто Адель, молодой и строгий поэт отказал ему в таком разрешении. Он не любил фамильярности. Эмиль Дешан предложил, чтобы каждый член кружка внес по тысяче франков в фонд издания Музы. Для Четы Гюго это было слишком много. Ламартин, который уже предпочитал восседать на вершине славы, живя помещиком на лоне природы, вдали от шумного литературного мира, отказался войти в кружок, но предложил Гюго заплатить за него денежный взнос. Вступайте в число основателей журнала, а я, поскольку для меня невозможно дать для него ни свое имя, ни свои мысли, охотно внесу за вас положенную тысячу франков. Это останется между нами. Гюго, оскорбленный такой верткой, отказался принять деньги, но, тем не менее, играл в журнале главную роль благодаря своим стихам и своей природной властности. Однако ж очень скоро настоящим центром объединения стал добряк Надье, а местом встреч его квартира. Сначала на улице Прованс, а затем с 1 января 1824 года в библиотеке Арсенала, хранителем которой он стал, так как благоволивший к нему министр при поддержке графа Дартуа дал ему в качестве новогоднего подарка этот завидный пост. Иногда беспечность высшая ловкость, и никто не получает столько милостей, как эти немного ребячливые легкомысленные люди. Великие мира сего любят покровительствовать рассеянным чудакам. Так как всегда кажется, что те нуждаются в покровительстве. Но Дье вдруг получил квартиру во дворце в центре прославленного района. Из своих окон он видел, как солнце заходит за собор Парижской Богоматери. Хранитель библиотеки — это своего рода каноник мирянин. Но Дье, добродушный домосед и рутинер, наслаждался поздно пришедшим к нему комфортом. Его жена, тоже простая и милая женщина, тотчас несла буржуазный уют в павильон королевского дворца. Ее живое и веселое, цветущее как букет лицо, скрашивало суровую декорацию. Их дочь Мари росла красавицей, и все поэты были ее друзьями. По воскресеньям салон арсенала блистал парадным освещением. Двери для всех были открыты. Приходи кто хочешь. Там бывал Северен Тейлор, выраженец Брюсселя, англичанин по происхождению, французский офицер, товарищ Альфредо Девиньи и любимец правительства, Софи Ге и лучезарные как вечный день дельфина Ге, прозванная французской музой. Бывал там Суме, с триумфальным успехом поставивший две свои пьесы, две лучших трагедии нашей эпохи, как говорил Гюго. Словом, более чем когда-либо наш великий Александр. Геро, прославившийся своим маленьким свояром, Альфредо Виньи и Гаспар Де Понс в голубом мундире. Разумеется, здесь бывали братья Дешан и огромный Де Сен Валерий, заместитель директора французской музы. С восьми до десяти часов вечера шла беседа. Но Дье, стоя у камина, принимался что-нибудь рассказывать. Воспоминания юности или фантастические происшествия. Куда девались тогда его равнодушие и вялость? Он становился удивительно красноречивым. Затем начинались литературные споры. «А Андре Шенье зашел слишком далеко», говорил Виктор Гюго. «В его стихах столько цезур и переносов фразы из одной строки в другую, что они лишаются музыкальности. А ведь поэзии прежде всего нужна напевность». Но Дье возражал. «Шенье романтик на свой лад, и это хорошо. В искусстве нет раз и навсегда установленных правил». Эмель Де Шан, сверкнув в улыбке превосходными зубами, говорил, кривя тонкие губы. «Вы еще откажетесь от своего мнения, дорогой Виктор». В десять часов Марина Дье садилась за пианино и разговоры прекращались. Стулья отодвигали к стенам и начинались танцы. Но Дье за ярлый картежник садился играть в аккарте. Виньи бледный, стройный, вольсировал с дельфиной ге. Люди серьезные, в том числе и молодой Гюго, продолжали в полголоса беседовать в уголке. Госпожа Гюго с загоревшимся взглядом своих андалузских и от времени тревожно посматривал на нее. Все эти люди, хоть и собратья и литераторы, были добрыми друзьями. На смену царства острословия, говорил Эмиль Дешан, пришло царство добросердечия. Участники кружка великодушно хвалили друг друга. Нашему великому Александру воздавали самые высокие похвалы. Мы ждем твоих стихов, их слава велика, их Франция возьмет в грядущие века. Впрочем, хвалили всех по очереди. И Растегье курил Фемиан Виктору Гюго. Воспеливы Маренго и Бувин и Одой обессмертили их славу. Малерб Гюго и Жан Батист по праву встали в ряд один. Это общество взаимного поклонения раздражало язвительного Анри Делатужа. И в газете Меркюр он напал на эти крайности. По-видимому, господа Александр С, Александр Г, Гаспар Д. П, Сен В, Альфред Д. В, Эмиль Д. Виктор Г. И некоторые другие условили, что они будут прославлять друг друга. Да и почему бы этим мелким князькам поэзии не заключить подобный союз? Мелкие князьки энергично ответили пером Виктору Гюго. Энтузиастов оскорбляют за то, что песня одного поэта вдохновляет другого поэта и желают, чтобы о людях, обладающих талантом, вносили суждения только те, кто таланта не имеет. Можно подумать, что для нас привычна лишь взаимная зависть литераторов. Наш завистливый век насмехается над поэтическим братством, таким радостным и таким благородным, когда оно возникает между соперниками. Большинство сотрудников французской музы стремились к обновлению поэзии, но отнюдь не хотели вмешиваться в ссору между романтизмом и классицизмом. Жюль Д. Растегье выразил в весьма плоских стихах этот осторожный эклектизм. У двух прекрасных школ, как у сестер, одна повадка, разная одежда, которая милей, напрасный спор, величие в одной, в другой надежда. В чем же было тут дело? Какую действительность прикрывали слова романтизм и классицизм? Госпожа Д. Сталь делала тут два резких разграничения. Литература, подражающая древним классикам и та литература, которой своим рождением обязана духу средневековья. Первая по самым своим истокам окрашена язычеством, а во второй движущие сила и развитие исходят из глубоко духовной религии. Если судить по этим определениям, то поэты французской музы близки они были к романтизму, они были христиане и трубадуры, предоставляли северным духам и вампирам место, которое некогда занимали нимфы и эвмениды. Они читали Шиллера и в некоторой мере знали его. Немного, так как мало кто из них владел немецким языком. Другие новаторы считали эту форму романтизма варварской, ретроградной. Ламартин говорил о музе. Это бред, а не гениальность. Стендаль около 1823 года писал, что он боится той немецкой галиматьи, которую многие называют романтической. Он писал романтисизм на итальянский лад и хотел, чтобы возник свободолюбивый романтизм, романтизм писателей и прозаиков, влюбленных в правду. Он высмеивал молодых людей, которые избрали себе жанр мечтательный, тайны души. Хорошо упитанные, с хорошими доходами, они непрестанно воспевают страдания человеческие и радость смерти. Он называл их мрачными дураками. К спорам примешался шовинизм. Вертер, роман какого-то немецкого поэта, писал в 1805 году в газете Деба критик Жофруа. Позднее Гоффман все издевался над поклонниками германской мельпомены. Противники французской музы из числа либералов упрекали ее в том, что она больше немецкая и английская, чем французская, что она предлагает мистицизм народу, который всегда видел в мистицизме лишь предмет для шуток, что она преподносит туманные оды нашей нации, которая по своему характеру склонна ко всему позитивному, что муза всерьез толкует с читателем-философом о всяческих суевериях. Словом, дух XVIII века восстал против духа XIX века. Во французской академии, которая по самому уж возрасту своих членов зачастую идет против новшеств и которая в те времена защищала классицизм и философию, господин Оже, постоянный секретарь академии, в своей речи, произнесенной на публичном ее заседании, метал грома и молнии против содружества Арсенала, называл его еретической сектой в литературе. Эта секта создалась недавно и насчитывает еще мало открытых адептов, но они молоды и горячи, преданность и энергия заменяют им силу и численность. Он призывал к порядку госпожу Де Сталь за ее разграничение классицизма от романтизма, которое неведомо для всех литератур раскалывает их. Проделывается такое разделение в нашей литературе, которое о нем никогда и не подозревало. Он упрекал романтика в желании разрушить правила, на которых основаны поэзии и французский театр, и в том, что романтики ненавидят веселость и находят поэзию только в страданиях. Впрочем, их печаль чисто литературная, говорил уже, не причиняющая никакого вреда их прекрасному здоровью. Короче говоря, романтизм не связан с реальной жизнью. Это призрак, исчезающий, лишь только попробует прикоснуться к нему. Странно, что этот хулитель романтизма вскоре покончил с собой, как романтический вертор. Но ведь никто не мог предвидеть его самоубийство. И этих служителей французской музы смущали нападки уже. Наш великий Александр лелеял чистолюбивую мечту попасть в академию. Да и другой Александр, геро, тоже подумывал о доме на набережной Конти. Впрочем, они не считали себя романтиками и все меньше понимали, что означает это слово. Столько раз давали определение романтизма, говорил Эмиль Дешан, что вопрос совсем запутался, и я уж не стану усиливать эту путаницу новыми разъяснениями. Общим для всех этих молодых людей была защита таинственности, которую отвергали и даже презирали философа XVIII века, бунт против холодной поэзии времен империи, стремление посвятить свое перо, трону и алтарю. Было ли это романтизмом? Право же, невозможно задумываться серьезно над такими словами, как классицизм и романтизм. Ведь нельзя ни напиться пьяным, ни утолить жажду этикетками бутылок. Если Академия хочет во что бы то ни стало разбить литературу на два лагеря, писал тогда в музее Эмиль Дешан, мы со своей стороны укажем среди писателей всех наций, которых за последние двадцать лет именовали романтиками, следующих лиц Шоттабриана, Лорда Байрона, Госпожу Десталь, Шиллера, Монти, Денестра, Гёте, Томаса Мура, Вальтера Скотта, Аббата Деламене и так далее, и так далее. После этих великих имен нам не подобает приводить имена более молодых писателей. В другом лагере, выбирая литературные имена в той же эпохе, мы увидим господ, оставляя пробелы, предлагая классицистам запомнить его, яснее сказать не могу, а затем пусть решит вопрос Европа или какой-нибудь ребенок. Гюго со своей стороны ответил статьей о лорде Байроне в связи с его смертью. Нельзя после Гильотина Робеспьера писать Мадригалы в духе Дора, и не в век Панапарта можно продолжать Вольтера. Настоящая литература нашего времени, та литература, деятели которой подвергаются астракизму, подобно Аристиду, и в бурной атмосфере которой, несмотря на широкие рассчитанные гонения против нас, расцветают все таланты, как иные цветы произрастают лишь в местах обиваемых ветрами, Эта литература не отличается мягкими и бесстыдными повадками музы, которые воспевала кардинала Дюбуа, льстила фаворитки Помпадур и оскорбляла память Жанны Дарк. Она не порождала дикой оргии песен во славу кровавой резни. Ее воображение окрыляет вера. Она идет в ногу со своим временем, идет шагом твердым и размеренным. Она полна серьезности, ее голос мелодичен и звучен. Словом, она такова, какими должны быть чувства, общие для всей нации после великих бедствий, чувства печали, гордости и веры в Бога. В статье есть фраза «Мы не можем сделать так, чтобы прошлое стало настоящим». Сказано прекрасно. Однако наш великий Александр не сводил глаз дворца Мазариния и боялся постоянного секретаря. «Мы едва осмеливаемся дышать при этом режиме литературного террора», вздыхал молодой моралист Эмиль Дешан. Герои и Рассегье готовы были в солидарности с лауреатом Тулузы прикрывать отступление Суме. Выход этой группы из кружка не убил бы французской музы, если бы среди остальных членов Содружества царило полное согласие, но его не было. Статья о новых размышлениях Ламартина, не то что враждебная, но сдержанная, имела цель наказать старшего собрата за его отказ сотрудничать в музе. Он ответил весьма язвительным письмом Гюго. Каждый делает на всем свете свое дело как умеет. Птицы поют, змеи шипят. Не надо за это сердиться на них. Неприятное наведание. Альфред Девиньи, страстный поклонник Ламартина, написал Гюго. Какая гнусная вещь литература. Возьмем хотя бы отзывы о поэзии Ламартина, которые я слышу вокруг. О нем всегда неправильно судили. То ставили его слишком высоко, то слишком низко. Говорят, вы отлучили его от церкви. Не могу этому поверить. Суме писал Александру Геро. Ламартин гигант, а вы шалуны в литературе, и вы еще смеете его критиковать. Второй повод к расколу. А кроме того, Шотабриан, который, будучи министром иностранных дел, поддерживал музу, где поэты воспевали его войну в Испанию, вдруг провалился с треском. Был смещен 6 июня 1824 15 июня французская муза затопила свое судно. По мотивам высокого порядка, писала Марина Дье, корабль вернули в гавань после блистательного залпа в честь великого писателя при его выходе из министерства. В последнем номере журнала Гюргона прощания дал залп в честь Шотабриана. Твои несчастья славы пьедестал, когда судьба смеялась над тобой, ты возвышался над судьбой и падая с вершин в лазурь взлетал. Виктор Гюгош Шотабриану Оды и Баллады Примечание редакции 20 июля Гюгоф предисловие в сборнику еще отказывается принять решение. Теперь в литературе, как и в государстве, существует две партии, и война в поэзии, по-видимому, должна быть не менее ожесточенной, чем яростная социальная война. Два лагеря, кажется, больше жаждут сразиться, чем повести переговоры. Они упорно не желают найти общий язык. Внутри своего стана они говорят приказами, а вне его издают клич войны. Но ведь так противникам столковаться невозможно. Между двух боевых фронтов выступили благоразумные посредники, призывающие к примирению. Быть может, они окажутся первыми жертвами, но пусть будет так. Автор этой книги хочет занять место именно в их рядах. И прежде всего, желая придать некоторые достоинства беспристрастному обсуждению, которым ему хочется внести ясность в данный вопрос, больше для себя самого, чем для других, Он решил отказаться от всяких условных терминов, которыми противники перебрасываются, как пустыми воздушными шарами, от знаков, не имеющих значения, от выражений, ничего не выражающих, от туманных слов, которые каждый понимает по-своему, сообразно своей ненависти или своим предрассудкам, и которые служат доказательствами только для тех, кто доказательств не имеет. Сам автор ведать не ведает, что такое классический жанр и жанр романтический. В литературе, как и во всем остальном, есть только хорошее и плохое, прекрасное и безобразное, истинное и ложное. Однако прекрасное у Шекспира столь же классично, если классично означает достойное изучение, как и прекрасное у Россина. Виктор Гюго. Предисловие кодам и балладам. Издание 1824 года. Примечание редакции. Гюго. Гюго выставал против той мысли, что революция в литературе является выражением политической революции 1789 года. Она была, утверждает молодой Гюго, ее результатом, а это большая разница. Мрачный и грозный ход событий, конечно, пробудил все, что было бессмертного и высокого в творчестве гениев. Но современные литературы, произведения, созданные такими писателями, как госпожа де Стальшета, Брианла, Мене, нисколько не принадлежат революции. Они предвосхищают монархический и религиозный дух того общества, которое, несомненно, возникнет среди множества обломков прошлого. Форма новых от не более революционна, утверждал автор, чем его политические взгляды. Всякое новшество, противоречащее природе нашей просодии и духу нашего языка, должно быть признано посягательством на самые основы хорошего вкуса. Сильный темперамент художников, неведомый для них самих, влияет на форму их произведений. Гюго, как поэт, уже освобождался от пут больше, чем он знал об этом как автор предисловия. В некоторых стихотворениях он дерзнул отказаться от перефраз, сорвал с дрессированной собаки ошейник эпитетов и назвал вещи своими именами. Еще слишком много у него мус и ангелов, слишком много возгласов праведное небо, что вижу я, о небеса, куда те воины идут. И все же в стихах, как будто против его воли, проскальзываются вспоминания детства, правдивые пейзажи, прекрасные строки. Я король-изгнанник, гордый, одинокий. Разве здесь уже не слышится Бодлер? Вот уж ты явился взгляду, сыплешь блевсток мириады, и небесную отрады песня крыл твоих звенит. Виктор Гюго, собрание сочинений, тон первый. К трильбе. Оды и баллады. Перевод Давиденковой. Примечание редакции. А здесь разве вы не слышите, Валерий? Гюго предчувствует также ту роль, которую иным людям предназначено играть в мире. Поэт учусь спокой, он утешает рот людской, рабов, снедаемых тоской. И Виктор Гюго, поэт в революции. Оды и баллады. Примечание редакции. Нет ничего труднее, как написать без лишних или неточных слов короткое стихотворение, с которым смысл должен быть тесно связан с ритмом. В 22 года Гюго делал это старственной легкостью. Но он был неведомо для себя романтиком. И присяжный критик журналь Де Де Ба, старая лисица Гоффман, грубый и ворчливый сын Лотаринги, писавший в молодости вольные стишки в подражании классикам, разоблачил его. Он упрекнул поэта за то, что у него отвлеченные идеи сочетаются с реальными образами. «Писатели античности, неосторожно заявил он, не давали бы какому-нибудь божеству в качестве облачения тайну». Однако он имел дело с человеком, который лучше его знал античную литературу, и Гюго задал ему хорошую взбучку. Письмо Гюго Гоффману, опубликованное в силу права на ответ, в газете «Журналь Де Де Ба». «Я не стану утверждать, что это выражение буквально взято из Библии. Библия несколько романтична, не правда ли? Но я спрошу вас, чем это выражение кажется вам порочным? Дело в том, скажете вы, что у вас отвлеченные понятия «тайна» непосредственно сочетаются с реальным образом – облачением». Ну что ж, сударь, такого рода сочетание слов, которые кажутся вам романтическим, встречается на каждом шагу и у писателей античного мира, а также у великих современных писателей. За отсутствие места я хочу привести только самые убедительные примеры. Вы утверждаете, что классики, стремившиеся никогда не соединять отвлеченные понятия с реальностями, не дали бы какому-нибудь божеству тайну в качестве облачения. Но, сударь, они дали в качестве основы престола Божия справедливость и истину. Жан-Батист Руссо, Ода, 11, книга 1. Следовательно, вещественному образу престол дали опору из двух отвлеченных понятий – справедливость и истина. Вот еще примеры. Гораций сказал в Оде, 29, книге 3. «Вирту теме ин вово меа» – «я облекаюсь в свою доблесть». Жан-Батист Руссо сказал, книга 4, Ода, 10. «В качестве высшей заслуги от людей требуют только снисходительного порока в изящном облачении». Ну и вот, сударь, раз Гораций делает из доблести облачение, а Руссо тоже делает с изяществом, разве не употребляем мы ту же самую фигуру, применяя ее к слову «тайна», с той же отвлеченному, как изящество и доблесть? Итак, я имел честь доказать вам, что выражения, в которых вы усматриваете всю суть романтизма, по меньшей мере столь же часто употреблялись классиками античной и современной литературы и писателями наших дней. А поскольку в этих выражениях вы усматривали различия между двумя литературными жанрами, то оно рушится само собой. Из этого следует сообразно вашей системе, что нет никакой реальной разницы между этими жанрами, раз единственная признаваемая вами разница, разница в стиле совсем исчезла. Позвольте поблагодарить вас за такой результат. Нельзя не восхититься твердостью тона в этом письме, эрудицией и решительностью автора. Мастерство не декретируется, оно властно заявляет о себе. Блуа Рейнс Шамоникс Прекрасные творения, дочери их формы, рождающейся прежде, чем они. Поль Валерий Финансовые дела семейства Гюго улучшились. За право выпускать в течение двух лет новые оды, книга-издатель Лавака платил автору 2000 франков. Генерал ежемесячно посылал сыну небольшую сумму, и Виктор, получавший теперь два королевских пособия, просил отца, чтобы тот, помогая ему, прежде всего думал о собственном своем благополучии. Молодые супруги смогли в 1824 году снять небольшую квартирку в доме номер 90 по улице Вожерар над мастерской Столяра и платить за нее 625 франков в год. Там у них родила с 28 августа дочь Леопольдина. Наша дедина просто прелесть. Походит она на мать, походит и на дедушку. Крестной матери записали генеральшу и графиню Гюго. Конечно, это был дипломатический ход. Улица Вожерар стала местом сбора многих молодых писателей. Семейство Гюго они считали образцовым. В их спокойном жилище, всецело посвященном труду, госпожа Гюго разливала сияние своей красоты. Оды казались содружеству сладостными и торжественными отзвуками этой чистой и уединенной жизни. Гюго писал Альфреду де Виньи. Сижу дома, где мне так хорошо, где я баюкаю свою дочку, где всегда со мной моя жена, мой ангел. Он хотел быть первым в супружестве, в отцовских радостях и в поэзии. Друзья остались ему верны. Альфред де Виньи, служивший в Валоронском гарнизоне, сперва возмущался закрытием французской музы. Ничего не понимая в том, что мне пишут, дорогой друг, но из моей горной глуши мне кажется, что мы делаем глупость. Как муза прекратит существование, когда она стала силой? Спасить ее любой ценой. Отступиться от нее было бы просто подло. Он возмущался, что Александра Суме прельщает в ветхое кресло академика. Но Альфреду далеко от Парижа, и когда поэт-офицер писал это письмо, французская муза уже умерла, а Суме стал бессмертным. Это не затронуло дружбу, соединявшую Гюго и де Виньи. Оставим другим эти мелкие слабости, ребяческие страхи. «Любите меня и пишите мне, вот и будет хорошо», — Альфред. Иногда на улице Важерар приходил к обеду Ламартин. Он был тут старше всех, облик имел гордый, благородный и надменный. Он выставил свою кандидатуру во французскую академию и страдал из-за этого. Ламартин Гюго, 6 ноября 1824 года «В среду приду к вам обедать, дорогой Гюго, но, пожалуйста, не приглашайте Суме. Вы представить себе не можете, до чего гнусно третируют нас, кандидатов, господа, получившие право избирать. Я негодую, я возмущен. Хорошо знаю, что господин Суме им не сообщник, но и он, и другие становятся их орудием. Мы будем жить вдали от них, и если вы после того, как эта история кончится, когда-нибудь снова увидите мое имя среди кандидатов в академию, можете сказать, что я потерял и голову, и сердце». Ламартин обожал молодое семейство Гюго. В письме от 23 декабря 1824 года он говорит «Вы не делали глупостей в своей жизни, а моя жизнь до 27 лет была суткана из ошибок и распущенности. У вас сердце достойное золотого века, а жена ваша — женщина из рая земного. При таких обстоятельствах еще можно жить в наш железный век». Летом, когда Ламартин жил в Сен-Пуане, поэты переписывались. Виктору Гюго, защищавшему грамматику, Ламартин отвечал «Грамматика подавляет поэзию, грамматика не для нас писана». Разница была в том, что Гюго прекрасно знал грамматику. Это дружбе не мешало, и Ламартин прислал Гюго стихотворное приглашение в Сен-Пуан. «Не грустно ли певцу томиться в людской толпе? К нам поспеши, ведь место вольной певчей птицы среди полей в лесной глуши». Перевод Донского, примечание редакции. Из-за болезни Эжена генерал Гюго задержался в Париже, и это привело не только к родственному, но и к духовному сближению Виктора Гюго с отцом. Когда-то торжествующий и суровый отец вызывал у его детей враждебные чувства, но отец, уволенный в отставку, искавший опору у сына, уже ставшего знаменитым поэтом, внушал им снисходительные к себе отношения, жалость, а также и гордость его былыми воинскими подвигами. Адель и Виктор любили слушать рассказы о них. «Оставь, о мой отец, твой страннический посох, о бурях боевых, о гибельных утесах, встречавших твой корабль, поведай в тихий час в кругу семьи своей. Ты кончил труд походный, ты завещал сынам свой подвиг благородный, и нет наследия прекраснее для нас». А через своего отца, которого сын теперь лучше знал и больше любил, он чувствовал себя ближе к Наполеону. При жизни Наполеон был тираном, ненавистником для матери Виктора Гюго. После трагедии на острове Святой Елены он стал преследуемым героем. И в глубине души Гюго чувствовал, что французскому поэту приличнее воспевать тех, кто сражался под Фридлендом, и тех, кто пал у Риволи, чем осыпать цветами заказных от мелькающие фигуры королевской семьи. «Французы, отберем похищенную славу. Вам подвиги его принадлежат по праву. Довольный хор похвал о нем одном гремел. Он вами вознесен, но ваших молний — сила. Какому бы орлу весь мир не покорила, и кто б не стал велик с вершины ваших дел?» Виктор Гюго. Собрание сочинений. Том 1. «Моему отцу». Оды и баллады. Перевод Левика. Примечание редакции. Когда Шатабриан был министром, Виктор Гюго надеялся возвести отца на вершину воинских почестей. Но в пору своего могущества Шатабриан стал недоступным сановником. Виктор Гюго. Генерал Гюго. 27 июля 1824 года. «Если мой знаменитый друг вернется на свой пост, наши шансы утроятся. Мои отношения с ним стали гораздо ближе со времени его опалы. А когда он был в милости, дружба наша очень остыла». И 29 июля 1824 года. «Дорогой нашей жен все в том же положении, бедняжка. Никакого сдвига. Полная безнадежность». Отношения с бывшей графиней Дессалькано улучшились. «Поблагодари, пожалуйста, свою жену за ее деликатное внимание ко мне. Она сердечно поздравила меня с днем рождения. Не могу ей передать, как я и моя Адель были тронуты. Поблагодари ее еще за обещанную присылку масла. Оно будет нам очень полезно нынешней зимой». Генерал Гюго, радуя снеобонапартизму своего сына, настаивал, чтобы тот приехал со всем семейством погостить в Блуа. Прежде это было невозможно из-за двух тяжелых беременностей Адели. Наконец, в апреле 1825 года они предприняли это путешествие. Виктор Гюго, который, несмотря на смерть Людовика XVIII, по-прежнему был в милости двора, получил от почт директора карету и поехал в ней с женой и маленькой дочкой. В Блуа на почтовой станции их встретил генерал Гюго с широкой улыбкой на багровом лице, чрезвычайно довольный, что может показать сыну и снохе свой красивый, прочный, просторный, белокаменный дом с шиферной крышей. Еще больше он был счастлив, когда вскоре после приезда сын получил письмо от виконта де ла Рошфуко, уполномоченного управления изящных искусств по сношениям с королевским домом. В этом письме сообщал, что Карл X милостиво соизволил произвести в кавалеры ордена почетного легиона господ Гюго и Ламартино. На самом-то деле оба они ходатайствовали об этом ордене. Его Величество весьма любезно выразил свое огорчение по поводу забвения, в коем пребывают деятели литературы, чем они по праву должны быть удивлены. Король пригласил молодого поэта на свою коронацию. Легко себе представить, как счастлив был отец, увидев дорогой ему орден почетного легиона на груди своего двадцатитрехлетнего сына. Для Виктора Гюго, умевшего наслаждаться возвышенными чувствами и долго считавшего себя сиротой, было радостно жить под отцовской кролей. Когда-то он бастовал против отца, а теперь испытывал чудесное душевное спокойствие, чувствуя себя перед ним ребенком, но ребенком, которого отец уважает, и ему нравилось бродить с отцом по живописным окрестностям Блуа. О самом Блуа он говорил, что это прелестнейший город. Он раскинулся на обои берега красавицы Луары, и все тут тешит взгляд. С нагорной стороны амфитеатром поднимаются по склонам сады и руины. С другой простирается равнину, топающая в зелени. На каждом шагу воспоминания. Он любил старинные замки, связанные с историей и с легендами. Виктор Гюго, Адольфу де Сен-Вальри, 7 мая 1825 года. Я побывал в Шамборе. Вы представить себе не можете, какая там своеобразная красота. Всяческое волшебство, всяческая поэзия, всяческие безумства проглядывают в этом восхитительном и странном дворце, где обитали феи и рыцари. Я вырезал свое имя на верхушке самой высокой башенки. Прихватил с собой немножко камешков и мха с вершины холма и кусочек оконного переплета от того самого окна, на котором Франциск I написал две стихотворные строчки. «Женщины, женщины, как вы изменчивы!» Обе эти реликвии для меня драгоценны. Очень понравилась ему и усадьба Мильтьера, которую генерал Гюго купил в Солони в нескольких километрах от Блуа. Виктор Гюго Полю Фуше 10 мая 1825 года. «Нахожусь сейчас в Мильтьере в зеленой беседке около дома. Плющ, обвивающий ее, бросает на бумагу зубчатые вырезные тени. Посылаю тебе их рисунок, раз ты хочешь, чтобы в моем письме было что-нибудь поэтическое. Не смейся над странными линиями, брошенными, как будто случайно, на оборотной стороне листка. Призови на помощь воображение. Представь себе весь этот рисунок, начертанный солнечным светом и тенью, и ты увидишь нечто очаровательное. Вот так и поступают безумцы, которых именуют поэтами». Слова важны, так как они показывают счастливую непринужденность, с которой Гюго начал теперь рисовать, а зачастую и писать. Светлые пруды, старинный дом, дуплистые ивы, под которыми зажигались во тьме блуждающие огоньки, обратили для него мильтьеру в чудесный, таинственный приют. Дни, проведенные в гостях у отца, пролетели, как показалось, Гюго чересчур быстро. Каждый жаждет тех почестей, в которых ему отказывают, и проклинают те, что сами плывут ему в руки. Когда пришло время ехать в Рейнс на коронацию Карла X, молодой и уже прославленный поэт огорчился, что надо расстаться с Блуа, с отцом, а главное с Аделью, впервые со дня свадьбы. Но так уж было решено. Виктор Гюго обещал, что путешествие из Парижа в Рейнс он совершит вместе с Нодье и попросил родителей жены приготовить ему придворный костюм, короткие панталоны, шелковые чулки, башмаки с пряжками, стальную шпагу. Он выехал 19 мая, испытывая некоторое удовольствие от того, что Адель заливалась слезами, прощаясь с ним. Предстояло провести без нее лишь несколько дней, но ему они казались чуть ли не вечностью. Как все эти почести печальны! Многие завидуют, что я еду, но завистники не знают, как я несчастен из-за этого счастья. Однако ж ему было 23 года. Он любил славу и немало гордился, что попутчики в дирижансе смотрят на красную ленточку у него в петлице. Скажи мы ему отцу, что дорогой меня спрашивали, не еду ли я в свой полк и так далее. Все это из-за ленточки. В этой фразе чувствуется тайная любовь к воинской славе. Он просил Адель вскрывать письма, которые, возможно, будут приходить на его имя, и сообщать ему их содержание. О, простодушная доверчивость супругов, не имеющих тайн друг от друга! На улице Важерар он, разумеется, расположился в их общей спальне, и от этого тяжелее почувствовал свое одиночество. Париж без Адели стал для него чужим. Моя родина — это ты! Завтрак у родителей жены господин Фуше сам приготовил для зятя Амара под соусом. Посещение портного тот показал ему шитый фраг, весьма безобразный и очень модный. Визит к бессмертному суме академик с обычной своей ласковой добротой предложил ему для предстоящей церемонии свои короткие панталоны. Затем, поскольку и сам Гюго, и Надье сидели без денег, переговорил с книгоиздателем Лавака. Тот жаждал получить будущую оду на коронацию Карла X, а посему дал аванс на поездку в Рейнс. Обед у Жюли Дювидальда Монферье, художницы и хорошенькой женщины. Когда-то Виктор Гюго ее ненавидел, а теперь она была другом дома, и молодой супруг обожал ее. — Мы пили за твое здоровье, моя дорогая Адель. Как я тебя люблю! Я тысячу раз поцеловал твое письмо. Какое прекрасное письмо! Каким красноречивым сделали его скорбь и нежность! Путешествие в Рейнс началось хорошо. Шарль Надье и Виктор Гюго совместно с двумя приятелями наняли за 100 франков в день нечто вроде большой извозчичьей кареты, так как нечего было и мечтать о билетах в дирижан. Дорогу, почищенную скребками, посыпанную песком, как парковая аллея, запрудили экипажи. Гостиницы и постоялые дворы были переполнены. Всюду, где делали остановку, Гюго бежал осматривать исторические памятники, а Надье устремлялся к букинистам. В Рейнсе пришлось ночевать вчетвером в одной комнате, но Шарль Надье так интересно рассказывал там о готических соборах. Превосходный попутчик и настоящий эрудит, Гюго любил готику, поистине порождение природы, беспредельное, как сама природа, в великом и в малом, микроскопическое и гигантское. Шатабриан посвятил его в тайны готики, но Дье, замечательный знаток старины, научил его населять памятники прошлого священными тенями их основателей и оживлять воспоминаниями о событиях, свидетелями которых были крепости, замки, монастыри. В этой шампании все дышит сказками. Рейнс, да ведь это царство Химер. Но Дье рассказывал сказки и пробуждал Химеру. На улицах Рейнса теснились любопытные, желавшие посмотреть, как проедет Карл X. Гюго, — говорил Шарль Надье, — пойдем лучше полюбуемся на его величество кафедральный собор. Надье смеялся. В вас селился стрельчатый бес, а в вас бес Эльзевир, — ответил Гюго. И Надье и Гюго, оба в парадных фраках и со шпагой на боку, присутствовали на коронации среди сонма толстых мужчин и женщин, увешанных драгоценностями. Вся церковь сверкала при свете майского дня. Блистали золотые ризы архиепископа, на алтаре дробили солнечные лучи. Во время церемонии некто Эмонен, представитель департамента ДУП, подарил Шарльу Надье книгу, которую держал в руках. «Только что купил ее за шесть су», — сказал он. То был томик разрозненного издания Шекспира на английском языке. Вечером Надье переводил оттуда с листа драму «Король Иоанн». Для Гюго она была откровением. «Право — это великое произведение», — воскликнул он. Ламене еще в 1823 году советовал ему пройти курс лечения Шекспиром. Но Гюго не пожелал читать его в отвратительном переводе Летурнера. Затем Виктор Гюго также с листа перевел Шарльу Надье испанское романсеро, купленное дорогой у какого-то букиниста. Та ночь в Реймсе, когда Виктор Гюго в номере гостиницы открыл Вильяма Шекспира, также была коронацией, венчанием на царство великого поэта. Шотабриан тоже приехал в Реймс. Гюго поспешил засвидетельствовать ему свое почтение и застал его в ярости. Я мыслил коронацию совсем иначе. Голые стены церкви, король на коне, две раскрытые книги, хартия и евангелие, религия, сочетающаяся со свободой. По-видимому, у Виконта де Шотабриана было больше чувства театральности, чем почтение перед ритуалом. Гюго пошел проводить великого человека, посадить его в экипаж и оказался единственным провожающим. У свергнутых министров не бывает свита почитателей. Даже Виктору Гюго хотелось поскорее освободиться, чтобы ехать в Блуа. Его тревожили письма Адели. Она жаловалась на холодность, которую после отъезда Виктора выказывала ей генеральша. С грустью узнала я некоторые вещи, доказывающие, что госпожа Гюго с трудом переносит наше присутствие и сетует на него. Непременно напиши, что из-за непредвиденных дел тебе необходимо вернуться в Париж. Она умоляла Виктора поскорее приехать за ней. Через два дня после этого мы бы отправились домой. Я заказала бы места в почтовой карете, здесь мы придумали бы какой-нибудь предлог. А Гюго надеялся погостить у отца полтора месяца. Следующее письмо было еще более настойчивым, положение стало невыносимым. Виктор Гюго, глубоко огорченный, советовал жене быть спокойнее. Успокойся, мы все уладим. Твой Виктор, твой муж, твой покровитель скоро вернется. И чего же тебе тогда будет не доставать? Но Адель не могла выдержать и уехала одна с дединой и с няней в Париж, где ее встретила мать. В оправдании своего поспешного отъезда она ссылалась на то, что Виктору нужно срочно написать оду на коронацию. Действительно, он сочинил эту оду еще в тени собора. Стихи на случай, помпезные, какими полагалось им быть. Сияние алтаря, великолепие трона, склоненные пред ним священные знамена с тугими складками серебряной парчи, на арках золотые гирлянды белых лилий, все это бликами цветными озарили узором витражей смягченные лучи. Почтительная и торжественная ода понравилась в высоких сферах. Состен де Ларош-Фуко послал Виктору Гюго две тысячи франков в возмещение путевых издержек. Карл X дал аудиенцию поэту, который лично преподнес ему свои стихи, и был вознагражден самым деликатным образом. Король дал его отцу чин генерал-лейтенанта. Он приказал также, чтобы ода была выпущена со всей типографской роскошью на печатных станках королевской типографии. И, кроме того, король сделал супругам Гюго хозяйственный подарок — столовый сервиз северского фарфора с тонким узором в виде золотой сеточки. Подарок пышный и полезный. Ламартин пригласил Гюго и Надье навестить его в Сен-Пуане. — Мы поедем, — сказал Надье, — да еще возьмем с собой жен, и все это ничего не будет нам стоить. — Каким образом? — Мы доберемся до самых Альп, мы расскажем о нашем путешествии, и какой-нибудь издатель оплатит его. В самом деле, издатель Юрбен Канель заказал этим туристам поэтическое и живописное путешествие на Монблан и в долину Шамоникс. Но Надье должен был представить прозаический текст и получить за него 2250 франков. А Гюго — 2250 франков за четыре плохоньких оды, — писал он отцу. Оплата неплохая. Взяли в путешествие даже Дидину. Гюго в костюме из серого кутеля резво бегал по косогорам и походил на школьника, приехавшего на каникулы. Но Надье был великолепный рассказчик. Его невозмутимый вид и мезлительные манеры говорить были очень забавным контрастом с живостью его ума. А ведь в этом как раз секрет юмора. Добродушная госпожа Надье тоже была забавна, когда она с практическим и здравым смыслом француженки объявляла неправдоподобными фантастические рассказы своего мужа. Обстановка в Сен-Пуане оказалась не очень приятной. Дом господина Альфонсо совсем не походил на его поэмы и разочаровал Гюго. Нет ни зубчатых вершин, ни густой завесы плюща. Оттенок столетий на стенах дома оказался желтоватой малярной покраской. «Руины хороши для описания, а не для жилья», — прозаически пояснил Ламартин. «Женат он был на англичанке. Она надевала к обеду нарядный туалет, что очень смущало путешественниц. Она выходила к столу декольтированная и вся в бантах», — писала Адель Гюго. «Наши скромные шелковые платья с высоким воротом оказались весьма неуместными при таком параде». Гюго и Ламартин уважали друг друга, но сблизиться не могли. Альпы и особенно царственно возвышавшийся Монблан в ледяной теарии и в снеговой мантии взволновали Виктору Гюго. Все эти исполины, то сверкающие, то сумрачные, зеленые и белые, представляли собой зрелище, достойное его. При своих внутренних противоречиях — мать и отец христианской религии, вольтерианства, красота и жестокость мира, радости, кошмары, ангелы, фавн — он испытывал потребности во внешних контрастах, отвечающих его душевному складу. Он любил контраст между белизной сверкающего на солнце снега и черным провалом бездны. Вот сейчас разорвалось облако над нами, и сквозь эту расселенную мы увидели вместо неба крестьянский домик, зеленый лук и несколько едва заметных коз, которые паслись на заоблачной высоте. «Никогда я не видел таких необычайных картин. У наших ног бурлит поток, похожий на реку Ада. Над нашими головами — уголок рая. Безотчетно обращаясь к мифологии, он превращал горы, скалы, потоки в чудовища, в духов и демонов. Признаюсь, такой уж у меня уродливый склад ума. В грозной красоте диких мест для меня чего-то не хватало бы, если бы народные сказания не придавали им волшебного характера. Я охотно остановился на этих подробностях, потому что люблю суеверие. Суеверие — детище религии и матерь поэзии». По вечерам, собравшись на постоялом дворе, наши путники смеялись, вспоминая, каких опасностей сбежали в дороге. Никогда Гюго не забывал это радостное путешествие в Швейцарию. Это одно из светлых воспоминаний в моей жизни. Мастерство Поразительная виртуозность Гюго не была помехой его гению. Жюль Ренар С 1826 по 1829 год Гюго много работал, многому научился, много создавал. Ошибочно было бы измерять его гигантские успехи датами опубликования его книг. «Оды и баллады» — конец 1826 года, «Кромвель» — 1827 год, «Восточные мотивы» — 1829 год. Некоторые написанные им вещи он держал в ящике стола 2-3 года. В «Восточных мотивах» содержатся стихи, написанные в 1826 году. Очаровательная песенка «Шута» из драмы «Кромвель» напечатана была в виде эпиграфа еще в «Одах и балладах». Лучше будет проследить общую линию его поисков. В эти годы поэзия становится для него искусной игрой, в которой он чувствовал себя мастером. Официозные «Оды» доставили ему то, что они могли дать. Теперь у него появилась публика. Книгоиздатель Лавака заплатил ему 4000 франков за сборник «Разные стихи». Путешествия, беседы с Надье, изучение поэтов XVI века вызвали у него интерес к немецким и шотландским балладам. Так возникли баллады «Невеста-летавщика» и «Два лучника». А с другой стороны, у него появилось стремление к чистой виртуозности. Он создавал фантастические баллады, или, как он называл их впоследствии, романсы. Политический или религиозный смысл в том, что он писал тогда, значит для него довольно мало. Он уже был далек от мысли, которую высказал в 1824 году, утверждая, что вся поэзия должна быть монархической и христианской. Теперь его стихи только очаровательны. Если ты в пути, ночью не шути с судьбиной, зренья напряги, тропкой не беги пустынной. Хмурый океан заволок в туман долины, чтоб светить не мог даже огонек единый. Мрачен темный бор, вдруг настигнет вор с дубиной. Слышен хор Дриад, что людей манят в трясины. Здесь нашел конец ни один беглец невинный, Духи под луной плясут танец свой старинный. Виктор Гюго, песенка Шута, драма Кромвель, действие четвертая, сцена первая, перевод Шафаренко, примечание редакции. Слова здесь поставлены лишь ради их музыкальностей. Тон развлекается, охота бургграфа, чередуя на восьми страницах восьмисложную строку стихотворения с односложной, которая звучит как эхо. Старый бургграф сенешалем у гроба оба. Год фрицвятой, ты для нас господин один. Виктор Гюго, охота бургграфа, оды и баллады, перевод Донского. В этом переводе размер иной, примечание редакции. Тон пишет длиннейшую балладу трехсложным стихом, турнир короля Иоанна. Да можно ли считать это только виртуозностью? Это скорее уж акробатика, гимнастические трюки, поражающие непринужденностью, почти что сверхчеловеческой легкостью исполнения. Молодому поэту Виктору Пави он дал тогда такой совет. Быть очень требовательным в отношении богатства рифмы, единственной прелести нашего стиха, а главное, чтобы мысль всегда укладывалась в четкие рамки страфы. Это требование, добавил Гюго, результат изучения, плохого или хорошего, самого духа нашей лирической поэзии. Тут он близок к другим крупным поэтам Франции, которые столетиям позднее учили, что присутствие образного слова уже является элементом красоты, что наш язык, лишенный разнообразия в ударениях, требует точных ритмов и правильных рифм, и, наконец, что поэзия — это прежде всего музыка. Эта поразительная эволюция в творчестве Гюго началась после торжественных од. Когда вышли в свет оды и баллады 1826-й, Ламартин написал ему из Флоренции, «Хочу по-дружески еще раз дать вам суровый совет — не стремитесь к оригинальности, подумайте хорошенько, прав я или нет, ведь это игра ума, а не то, что вам надо». Глоб, умный и серьезный журнал, не очень благосклонно относился к Виктору Гюго. Этот либеральный орган печати, призывавший к международным культурным связям, раздражала, а иногда и возмущала французская муза и ее салонный католицизм. Однако директора журнала, Поля Франсуа Дюбуа, профессора и журналиста, человека властного и даже гневливого, однажды затащили на улицу Важерар к ангелу Виктору, как говорила Софиге, и Дюбуа потом признался, что его очаровала молодая чета Гюго. В скромной квартирке над столярной мастерской я увидел в крошечной гостиной молодого поэта и молодую мать, баюкавшую свою малютку дочь, учившую ее складывать молитвенно ручонки перед гравюрами рафаэльевских Мадонн с младенцами Иисусами. Эта наивная, искренняя, хотя немножко театральная сцена растрогала и восхитила меня. Дюбуа со своей стороны заверил директора Глоб в своей симпатии к нему. «За те немногие часы, которые я провел под Левас, вы внушили мне чувство истинной дружбы». Когда оды и баллады вышли в цвет, Дюбуа, сохранивший нежные воспоминания о святом семействе с улицы Важерар, передал книгу одному из своих бывших учеников в коллеже Бурбон, Шарлю Агюстену Сент-Бёву, который вел отдел литературной критики в Глоб, и сказал ему, «Вот стихи молодого варвара Виктора Гюго, у которого есть талант. Я с ним знаком, и мы иногда встречаемся». Сент-Бёв написал большой и похвальный отзыв, но разумно предостерегал в нем автора открайностей. В поэзии, как, впрочем, и в другом, ничего нет опаснее, как чрезмерная сила. Если ее не укращать, она может наделать много вреда. Из-за нее то, что было оригинальным и новым, вполне способно сделаться странным. Яркий контраст перерождается в жеманную антитезу. Автор стремится к изяществу и простоте, а приходит к слащавости и упрощенности. Он ищет героического, а встречает гигантское. Если же он когда-нибудь попытается изобразить гигантское, ему не избежать ребячливости. Критик был еще моложе поэта, младше его на два года. Но он обладал широким образованием, чутьем к оттенкам, и был одним из самых проницательных умов своего времени. Он отличался также врожденной тонкостью вкуса, верностью суждений. Остатки религиозности боролись в нем с реалистическим и скептическим духом, развивавшимся благодаря научным занятиям. Этот лирик и позитивист страстно мечтал о счастье, о любви и страдал, думая, что он не может внушить любовь. Внутренняя жизнь занимала его больше, чем живописность фразы. В своей статье он восхищался пламенным стилем Гюго, его красочными образами, нежданными их переходами, гармонии его стиха. Но из всех от и баллад больше всего хвалил он те немногие стихотворения, в которых Виктор Гюго, возвышаясь над виртуозностью, изливал чувства, поднимавшиеся из глубины его души. Постарайтесь вообразить в себе самые чистые часы любви, самую целомудренную нежность в браке, самое священное слияние душ перед взором Господа. Словом, вообразите в мечтах наслаждение страсти, похищенной с небес, слетевшие к нам на крылах молитвы, и все ваши мечты осуществит, да еще и превзойдет поэт Гюго в стихотворениях, которым он дал прелестные названия «Еще раз о тебе» и «Ее имя». Цитировать их — это значит омрачить их целомудренную тонкость чувства. Действительно, это были задушевные стихи, проникнутые нежной лиричностью. «Люблю и чту тебя, как высшее создание, как предков правнуки благоговейно чтут, как любит брат сестру, что делит с ним страдания, а старики внучат, которые к ним льнут. Я так люблю тебя, что слезы умиления текут из глаз моих при имени твоем». Виктор Гюго. «Еще раз о тебе». «Оды и баллады». Перевод Шафаренко. Примечание редакции. Легко понять, как радовались молодые супруги, читая 2 января 1827 года эти похвалы стихам, дорогим для них, появившиеся в обычно суровом журнале. Их не огорчили некоторые оговорки критика. Общий тон статьи был благожелательный и даже почтительный. Гёте, прочитав ее, не ошибся в своем суждении. 4 января он сказал Эккерману «Виктор Гюго — истинный талант, на который оказала влияние немецкая литература». Его юность была, к несчастью, ущемлена в поэзии и педантизмом в лагере классицистов. А теперь, извольте-ка, даже глоб за него. Стало быть, он победил. Гений распознал гения. Статья в глоб была подписана инициалами С.Б. Виктор Гюго написал директору журнала, господину Дюбуа, два письма. В первом спрашивал, кто такой этот С.Б, а во втором благодарил его. Виктор Гюго, Поле Франсуа Дюбуа, 4 января 1827 года. Я так ценю ваши труды, господин Дюбуа, что не решился бы побеспокоить вас изъявлением своей признательности. Надеюсь, однако, что вы не откажете мне в разрешении зайти поблагодарить вас. И не будете ли вы так добры прислать мне адрес господина С.Берла, которому мне также хотелось бы выразить, что я испытывал, читая его превосходную статью. Все, что говорится в ней, даже то, что могло бы противоречить моим взглядам или задеть мое самолюбие, сказано достойным тоном благожелательного и честного человека. Это восхищает меня, и его замечания, очень ценные сами по себе, становятся для меня просто драгоценными. Надеюсь, что еще до тех пор, когда мне удастся пойти к господину С.Берлу и сказать ему все это устно, вы, господин Дюбуа, будете любезны передать ему живейшую мою благодарность. Позвольте мне также сказать, что вы принадлежите к числу тех немногих людей, с которыми меня с первой же встречи привлекает искренняя симпатия, и я горжусь ею. Дюбуа ответил, он живет рядом с вами, на улице Важарар, в доме номер 94. Гюго пошел и позвонил к соседу. Сент-Бёва не оказалась дома, но на следующий день он сам пришел к супругам Гюго. Перед ними пристал длинноносый молодой человек, робкой и хрупкой, дурно сложенный и немножко косноязычный. Рыжие волосы, круглую, слишком большую для его тела голову, нельзя было назвать красивыми. Однако он напрасно считал себя безобразным. В чертах его лица не было ничего неприятного, и он вполне мог нравиться. Надо сказать, что это лицо озарено было умом, и как только Сент-Бёв чувствовал себя свободно, он становился бесподобным собеседником. Он не договаривал фраз, как будто швырял их с отвращением, не желая докончить, но мысли, он высказывал, верные и глубокие. По правде сказать, говорил-то главным образом Гюго. Сент-Бёв слушал покоренные сиянием гения и украдкой посматривал на красавицу Адель, присутствовавшую при этом свидании. В наряде утреннем юна, свежа, мила, она меня сперва в смущение привела, так строг был взгляд ее. Почтительно кивая, я слушал, как лила с поэта речь живая, но на нее глаза, переводя с него, боюсь, что, слушая, не слышал ничего. Он говорил, жена ему внимала стоя, и я, наблюдая их, все недоумевал, что с крупким деревцем связала шумный вал. Но вскоре мысль ее, как видно, утомилась, и, находясь средь нас, она совсем забылась. Хоть руки делали привычные дела, мечта ее от нас далеко увела. И, не засмейся он, она бы все мечтала, и даже слов моих прощальных не слыхала. Сент-Беофф. Что я рассказывал о Дели. Книга любви. Перевод Шафаренко. Примечание редакции. Сент-Беофф пришел еще раз. Все, что Гюго говорил о рифме, о колорите, о фантазии, о ритме, о своей поэтике, открывало перед восхищенным взглядом молодого критика новые неизведанные края. Он тогда работал над обзором поэзии шестнадцатого века. То, что он услышал, проливало яркий свет на понятие о стиле и о фактуре стиха. После второго посещения он передал Гюго стихи, которые сам писал украдкой. По сравнению с фейерверком поэзии Гюго они казались тусклыми. Однако у них были свои достоинства. Естественность в стиле, прелесть интимности. И Гюго сумел похвалить лучшее, что было в них. Приходите поскорее, сударь, чтобы я мог поблагодарить вас за прекрасные стихи, которые вы мне доверили. С этого дня, говорит Сен-Лев, я был завоеван тем отрядом романтиков, вождем которого был Гюго. Он пришел в качестве критика, а ушел учеником. Гюго все читал и все запоминал. Он с некоторым хвастовством выставлял свои познания. Но он так щедро и так искусно расточал похвалы, что целый отряд писателей признал его своим главой. «Литература», — говорилось на страницах Глоб, накануне 18-го Брюмера, но Бог знает, кто в ней Бонапарт. Бог это знал. Виктор Гюго уже год работал над драмой «Кронвель». Его всегда влекло к театру, и он еще в детстве писал пьесы. Теперь он прочел все, что мог найти о жизни «Кронвеля» около ста книг. И в августе 1826 года принялся за работу. Тейлор, друг Альфреда де Виньи, получивший дворянство по указу Карла X и посткоролевского комиссара в театре французской комедии, спросил, почему Гюго ничего не пишет для сцены. И тот сказал о своем «Кронвеле». Тейлор пригласил его на завтрак вместе с Тальма, и поэт объяснил трагику, что он хочет создать драму, идя по стопам Шекспира, а не Россина. В языке же смешать все виды стиля, от героического до шутовского, уничтожить трескучие тирады и эффектные стихи. «Да-да», — согласился Тальма, — «не надо красивых стихов». Но Тальма умер в том же году. Драма получилась слишком длинной, поставить ее на сцене казалось невозможным. Виктор Гюго решил прочесть «Кронвеле» своим друзьям. Чтения вошли тогда в моду. Слушатели млели, как гости мольеровских жеманниц. Выслушав какую-нибудь оду, рассказывает госпожа Ансело, приглашенные в явном волнении подходили к поэту, брали его за руку и поднимали глаза к небу. После многозначительной паузы слышалось «собор», «готика», «пирамида». Засим следовало глубокое сосредоточенное раздумье. Прочитав отрывки из «Кронвеля» у госпожи Тастю, Гюго пригласил господина Сент-Бева пожаловать 12 марта 1827 года к Фуше, на улицу Шерш-Мидии, где он будет читать всю драму целиком. «Все будут счастливы видеть вас, а я особенно. Вы принадлежите к числу тех людей, перед которыми я всегда готов читать, так как люблю слушать ваши замечания». Чтение прошло с успехом, как всякое авторское чтение, но на этот раз успех был вполне оправдан. Драматическая сила некоторых сцен, новизна лексики, шекспировская веселость четырех шутов делали «Кронвеля» произведением крупным и оригинальным, заслуживающим постановки в театре. «Из-за вашего Кронвеля, — сказал автору Альфред де Виньи, — покроются старческими морщинами все современные наши трагедии. Когда Кронвель взберется на театральные подмостки, он там произведет революцию, и вопрос будет решен». На следующий день, 13 марта, Сент-Бёх написал Гюго письмо, представляющее большой интерес. Он восхищался красотами этой трагикомедии, и вместе с тем у него нашлись критические замечания. «Все эти замечания сводятся к одному, которую я уже позволил себе высказать в отношении вашего таланта — чрезмерность, злоупотребление силой и, простите меня, шаржирование. Серьезная часть вашей драмы восхитительна. Как бы вы ни увлекались, сколько бы ни буйствовали, вы никогда не выходите за пределы возвышенного». Сцена приема послов и две следующие за нею сцены во втором действии, монолог Кронвеля после встречи с сэром Робертом Уиллисом, а в третьем действии сцена тайного совета, Мильтон у ног Кронвеля — «Все это хорошо, даже прекрасно. При каждом стихе хочется вскрикнуть от восторга». Упреки мои относятся главным образом к комической части. Намерение перемешать, переплести комическое с основным развитием действия, которое в целом посвящено ужасным событиям, является для вас источником красот, из которого вы широко, слишком широко черпали. Чем больший контраст производит эффект, тем сдержаннее следовало быть. «И мне кажется, вы превысили меру, особенно в слишком частых и длинных репликах, в сторону, которые, думается, больше следовало бы угадывать. Пародию не надо подчеркивать, ее должны понимать с полуслова». Словом, я сетую только на злоупотребление, на мелочи. И, право, вчера были минуты, когда я очень досадовал на них. Однако не думайте, что мне наскучили они. У вас ничего скучного не бывает. Но они раздражали меня, приводили в нетерпение. Меня так и подмывало крикнуть, как Кромвель кричал своим шутам, когда приходил в дурное расположение духа. «Тише, довольно, прочь отсюда!» Простите, дорогой мой, что я позволил себе без всякого стеснения высказать свои мысли о вас. Но чем меньше тут будет церемоний, тем скорее, надеюсь, вы извините меня. Большая наглость с моей стороны нападать на вас с критическими замечаниями, когда меня просто подавляют красоты вашей драмы. Это у меня жалкая попытка отомстить вам. А все-таки скажу еще два слова о вашем силе. Он очень хорош, особенно в серьезной части драмы. А в остальном он не всегда свободен от чересчур многочисленных, иной раз странных образов. Вы поставили перед собой двойную цель. С одной стороны сравняться с Корнелем, а с другой с Мольером. С Корнелем вы сравнялись, а с Мольером нет. Вы ближе к Риньяру и особенно к Бомарше. В вашей пьесе много отженить бы Фигаро. Тут полностью выявилась противоположность двух темпераментов. Сильная натура Гюго не могла и не должна была отказываться от вершин. Сент-Бео в тонкой и хрупкой мог дышать только на умеренных высотах. Он понял романтизм, он понимал все на свете, но не мог отделаться от мысли, что у романтиков возвышенную пьесу всегда сопровождает пародийный водевиль. Сам он ясно видел и строго судил свои собственные безумные выдумки. «Я классик», — признался он однажды, — «в том смысле классик, что стоит мне обнаружить в литературном произведении большую долю безрассудства, безумства, нелепости или дурного вкуса, как оно погибнет для меня, и я отшвырну книгу». Гюго, прирожденный поэт, чувствовал ценность рифмы, вдохновляющую мысль, как Микеланджело чувствовал ту скульптуру, которую подсказывала ему глыба мрамора. Прозаик Сент-Бёв верил в необходимость логической связи между мыслями. Но его стихи никогда не достигали того уровня вдохновенного безумства, который зовется поэзией. Гюго, натура более широкая, умел применяться к требованиям, предъявляемым прозой. Прекрасное этому доказательство в предисловиях Кронбелю. Написанное после драмы, оно было принято особенно молодежью с неслыханным восторгом. Для Гюго оно представляло собою и сделанный, наконец, выбор позиции, и вступление в бой. Преследуемый злобными и глупыми нападками классицистов, он встал во главе бунтарей. Теперь он уже не говорил, как в 1824 году, романтизм, классицизм, не все ли равно, что значат эти слова. Он создал свой романтизм и дал ему обоснование. Нужно, говорил он, вернуть молодость языку, возразить широкую и смелую манеру старых писателей, отбросить Де Лиле и возвратиться к Матюрену Ренье. Драма должна быть борьбой между двумя противоположными началами, потому что этот контраст — самая суть действительности. Прекрасные, безобразные, комические, трагические, гротескные и возвышенные должны сталкиваться и сливаться, чтобы создавалось сильное впечатление. Мрак и свет, ад и рай. Дюго был в плену манихеевского дуализма. Манихейство — религиозное учение, возникшее на Ближнем Востоке в III веке. По этому учению в основе мира лежит якобы извечная борьба света и тьмы, добра и зла. Примечание редакции. Его ошибка, такая же, как у народов в пору их младенчества, стремление воплощать возвышенное и гротескное в противоположных ипостасях. Он все видит только в черном и белом цвете, поэтому он и рисует чудовище. Некоторой наивностью, похожей на ту, которая характерна для романа «Ган Исландец», страдает и Кромвель. Но драма поражает широтой и силой стиха, а в те годы на большую силу был спрос. Разве молодых людей, выросших под бой барабанов Наполеоновской империи, могли удовлетворять благонамеренные оды и неоклассические трагедии? Один молодой полковник говорил Стендалю, «После похода в Россию, мне кажется, что эфигения в Авлиде не такая уж замечательная трагедия. Публика теперь принадлежала не к хорошему обществу, а к новому классу, уже не пугавшемуся насилия и все более жаждавшему сильных волнений. В 1816 году кое-кто еще мог верить, что Людовик XVIII — это свобода. В 1827 году никак нельзя было думать, что Карл X — это дух столетия. Виктор Гюго начинал понимать, что под влиянием матери и семейства Хуше его политические взгляды зашли в тупик, а в вопросах религии богословские догмы не удовлетворяют его воображение. Сент-Бёрф, новые друзья из журнала «Глоб» проповедовали ему антидинастический либерализм. Генерал Гюго, открыв ему другую сторону истории, обратил его в бонапартиста. Да и как бы он, восторгавшийся исполинами, не почувствовал поэзии той жизни, какую прожил Наполеон. В 1827 году австрийское посольство устроило бал, на который приглашены были и маршалы империи. Один из них сказал свое имя швейцару — герцог Торенской. Швейцар громогласно доложил — маршал Макдональд. Другой гость сказал — герцог Далматской. Швейцар провозгласил — маршал Сульт. Герцог Тривистской — маршал Морсье. Герцог де Регио — маршал Одино. Европа хотела стереть с карты французские победы. Маршалы потребовали свои кареты, уехали, и в Париже был большой скандал. Сын генерала и графа Гюго с достаточным основанием решил почувствовать себя оскорбленным, и тотчас написал оду к вандомской колонне. Нет, Франция жива, заслышав оскорбление, отважно рвется в бой молодое поколение, и партии спешат раздоры все пресечь, и все вокруг встает от гнева пламенея к оружию Франция, и вот уже в Андее на камне Ватерлоу точит меч. Напрасно Австрия плетет силки обмана, с нее сбивали спеть французских два титана. История в веках воздвигла пантеон, там Шрама выставил германской гриф двуликой, один своей стопой оставил Карл Великой, другой своей рукой Наполеон. И мне ли, мне ли молчать, я сын того, чье имя навек прославлено делами боевыми, я слышал плеск знамен, что вьются в бой дитя, над люлькою труба мне пела об отваге, мне погремушкой было фес отцовской шпаги, я был уже солдат, хоть был еще дитя. Нет, братья, нет, француз дождется лучшей доли. В походах вскормлены, воспитаны на воле, в болото жалко им и свергнуты с вершин. Так пусть же честь страны, вилея в сердце свято, сберечь отцовский меч сумеет сын солдата, отчизны верный сын. Виктор Юго, Квандомской колонии, оды и баллады, перевод Ваксмахера, примечание редакции. По правде сказать, он никогда и не был солдатом, разве только что в списках картиканского полка, куда отец включил его для забавы, но эта роль ему нравилась. Молодежь встрепенулась. Отставные наполеоновские офицеры, переведенные на половинную пенсию, аплодировали. Бонапартисты и либералы торжествовали. Наш язык стал теперь его языком, его религия стала нашей. Он негодует на оскорбления, нанесенные Австрией, его возмущают угрозы чужеземцев, и, встав перед колонной, он поет священный гимн, который напоминает людям нашего возраста тот клич, ту песню, те хоры наших воинов, что раздавались поджимаппом. В предисловиях Кромвелю сделала Гюго главой теоретиков романтической школы. Ода Квандомской колонне завоевала ему симпатии глобистов. В царстве литературы закончилось регенство Надье, а в триумферате Ламартин Виньи Гюго выделился и стал первым комсулом Виктор Гюго. Сыну генерала Гюго выпало на долю командования молодой Франции. Восточные мотивы в долине Важерар Виктор Гюго — это форма, искавшая своего содержания и, наконец, нашедшая его. Клод Руа Если Гюго оказался когда-либо счастливым человеком, то именно в 1827 и в 1828 годах. В 1826 году у него родился сын Шарль. Квартира на улицу Важерар стала тесна. Гюго снял целый особняк, дом номер 11 по улице Нотр-Дам-де-Шан. Поистине обитель поэта, притаившуюся в конце тенистой въездной аллеи, за которой зеленел романтический сад, украшенный прудом и деревенским мостиком. На усадьбе было два выхода. Один в глубине ее ввел в Люксембургский сад, а выйдя за ворота Гюго мог пешком дойти до городских застав — Монпарнавской, Менской и Важерарской. За ними уже начинались сельские пейзажи, над полями люцерны и заячьего гороха вертели с крыльев ветряных мельниц. Вдоль большой Важерарской улицы тянулись распилочные и кабачки с беседками, служившие местом встречи отставных наполеоновских офицеров, мастеровых и грезеток. Сент-Бео, который уже не мог обходиться без семейства Гюго, поселился около них, в доме номер девятнадцать. Вместе с ним жила там его мать. Ламартин навестил Сент-Бео и расхваливал потом уединенный уголок — и мать поэта, и сад, и голубей. Все это напоминало мне церковные домики и добродушных сельских священников, которых я так любил в детстве. Гюго ежедневно виделся с Сент-Бео и живо интересовался его работой о поэтах Плеяды. Ронсар, Белло, Дюбелле привлекли его внимание к старинным формам стихов, казавшихся теперь новыми, и особенно к свободной форме баллад, больше отвечавшей его виртуозности, чем торжественная ода. Каждый смотрит на природу сквозь призму своего темперамента. Гюго до безумия любил простонародный квартал Важерар с его песнями, воплями, бесстыдными поцелуями. Деликатный Сент-Бео вздыхал. «Ах, какая унылая, плоская местность за бульваром!» Поэтому Гюго нечасто брал его с собой, когда, давая отдых глазам, утомленным работой, отправлялся на свою ежевечернюю прогулку до деревни Плезан, чтобы полюбоваться закатом. Поэта окружал теперь маленький двор. Тут был и старший его брат Абель, и Шурин Поль Фуше, и целые ватага молодых художников и поэтов. Их как магнитом притягивало к нему. Среди прочих талантов у Гюго был дар привязывать к себе молодежь. Каждому поклоннику он немедленно отвечал на его послание. «Не знаю, поэт ли я, но что вы поэт, в этом я не сомневаюсь». Стоило юноше из города Анже, Виктору Пави, написать в своей статье несколько восторженных строк о бодах и балладах, и он стал получать от их автора письмо за письмом. «Под вашей статьей не постыдились бы подписаться лучшие наши писатели. Не является ли главным достоинством моей книги то, что она дает материал для таких замечательных статей, как ваши фильетоны и анжерские афиши? Можно ли зайти дальше в похвалах? Но даже такие гиперболы все еще не удовлетворяли Гюго. Пави приехал в Париж, и был принц Гюго так сердечно, что он чуть не заплакал от счастья. Он и двадцать лет спустя с трепетом волнения вспоминал об этой встрече. «Право можно было с ума сойти», — говорил он. Пави познакомил Виктора Гюго с Давидом Анжерским, уже знаменитым скульптором, защищавшим современное живое искусство. Ко двору поэта присоединились художники и литографы Ашиль и Эжен де Верриа, два красавца с гордой осанкой, которые работали в одной мастерской с Луи Буланже и каким-то чудом жили, как и Гюго на улице Нотр-Дам-де-Шам. Буланже был на четыре года моложе Гюго и сделался его тенью. Картины его стали иллюстрациями к поэмам Гюго «Мазепа», «Колдовской хоровод». Он написал портреты Гюго и его жены. Вскоре Буланже подружился с Сент-Беовым, и Гюго называл их не иначе, как «Мой художник» и «Мой поэт». Эжен де Лакруа и Поль Гюэ тоже участвовали в вечерних прогулках поэта. Так через Гюго складывался союз современных ему писателей и художников. Летними вечерами отправлялись на прогулку целой ватагой. Шли к Мулен-де-бар, поесть там лепешек. Потом обедали в кабачке за некрасным столом. Пели за обедом песни и спорили. Однажды вечером Абель Гюго, услышав под деревьями что-то похожее на пение скрипок, зашел в сад тетушки Саге, пообедал у нее в беседке и остался доволен кухней. За двадцать сут там давали яичницу из двух яиц, жареного цыпленка, сыр и вдоволь белого вина. По воскресеньям приходила с мужем и Адель Гюго, с которой вся эта молодая компания относилась с восторгом и почтением. Теодор Пави находил ее приветливой и рассеянной. Кругом шли шумные беседы, а она о чем-то мечтала. И если вдруг вмешивалась в разговор, то всегда не в попад. Впрочем, говорила она редко. Она очень боялась грозного взгляда мужа и больше молчала. Ее мать, госпожа Фуше, умерла 6 октября 1827 года, а сестренку Жюли, которая была лишь на два года старше Дидины Гюго, отдали учиться в монастырский пансион. Виктор Пави при первом своем посещении Гюго был поражен, что тот говорил с ним о живописи, а не о поэзии. Но ведь в эти годы поэзия для Гюго приближалась к живописи. Когда он приводил в Атагу своих почитателей к подножию Молен-де-Бер, под кровом темноты, когда гуляют ошалевшие коты, поэт глядел, как умирает светлый свет. Как спускается вечерний сумрак на сады Гренеля, подмечал все краски и очертания вещей. На следующий день, наблюдая издали архипелаг кровавых облаков, он читал своим ученикам, сидевшим вокруг него на траве, какое-нибудь стихотворение вроде «Закатов». «Я вечера люблю, мне нравится закат, когда его лучи внезапно золотят усадьбы, скрытые листвою, когда вдали огнем объят густой туман, когда меж облаков небесный океан сверкает ясной синевою». Виктор Гюго. Собрание и сочинений. Том 1. «Закаты. Осенние листья». Перевод Иванова. Примечание редакции. Нередко он читал им также стихи из восточных мотивов. Как ему пришла мысль нарисовать некий условный Восток. Это было тогда в моде. Греция борола за свою свободу, Байрон умер за Грецию. Во всем мире люди либеральных взглядов были на ее стороне. К ним принадлежали друзья Гюго, художники и поэты. Дельфина Ге, Ламартин, Казимир де Лавинь. Все они писали стихи, прославлявшие Грецию. Но эти стихи были плоскими. Гюго, обладавший драматическим чутьем, пытался создать в восточных мотивах живые сцены. Он любил перезвон слов. Ему нравилось, когда они отбивали в его стихах дьявольскую цепатеаду. Чечетка. Испанское. Примечание редакции. Перебрасывали с нежданными рифмами, чудесным образом сохраняя число слогов и ритм, и поразительную гармонию эстрофы. Декорации ему служили солнечные закаты в долине Гренель. Из них он извлекал свое золото и огни. Его восток находился на улице Нотр-Дам-де-Шан. За мною по углам роится мгла густая, а я задумчиво смотрю в окно, мечтая о том, чтоб там вдали, где горизонт померк, внезапно засиял восточный город алый и красотой своей нежданной небывалой тумана разорвал, как яркий фейерверк. Для живописных картин «Восток» у него было достаточно источников. Библия, читанные и перечитанные на улице Фильянтинок, советы ориенталиста Эрнеста Фуине, с этим чиновником, влюбленным в арабскую поэзию, он познакомился когда-то у Шарлина Дье, поэмы Байрона и, главное, Испания, та, которую воспевали Романцеро и та, что жила в его воспоминаниях. Ему хотелось, чтобы сборник «Восточные мотивы» был подобен какому-нибудь старинному и прекрасному испанскому городу, в котором высится большой готический собор, а на другом конце города, среди смоковницы пальм, восточные мечеть с куполами из меди и свинца, с арабской вязью стихов из Корана над каждой дверью, со сверкающими светилищами, с мозаичным полом и мозаикой стен. Виктор Гюго, предисловие к восточным мотивам, примечание редакции. Это была больше гранада, чем Стамбул. Что за важность? Восточные это или не очень восточные мотивы? Но они были восхитительны. Поэт играючи возрождал в них прелестную эстрофику поэтов Плеяды. Зара в прелести лениво и шаловливо раскачалась в гамаке над бассейном с влагой чистой, серебристой, взятой в горном ручейке. С гамака склонясь к холодной, глади водной, как над зеркалом живым, дева с тайным изумлением, отражением восхищается своим. Восточные мотивы — это ряд легковесных и неправдоподобных стихов, слегка окрашенных иронией. И вдруг в них поэт, позабыв, что он только играет, отдается в плен страстным грезам, и сквозь поверхностную стом экзотических слов поднимается искренне молодая чувственность. И купальщица Зара, раздвинув цветочные рамки слащавой гравюры, возникает прекрасной искусительницей, волнующей и автора, и читателя. Выйдет Зара, молодая, вся ногая, грудь ладонями прикрыв. И, может быть, самая прекрасная из этих песен была та, которую Гюго создал, оторвавшись от востока и от запада, и от времени и пространства, и назвал ее «Экстаз». Раз ночью один я стоял на просторе, ни облачко в небе, ни паруса в море, и взор мой тонул за пределом земным, и горы, и лес, вся природа, казалось, за мною с вопросом одним обращалась, к сияющим звездам и к волнам морским. И звезд золотых легион бесконечный, то тихо, то громко, в гармонии вечной, твердил свой блестящий, склоняя венец, и синие волны грядой набегая, твердили свой пенистый гребень, склоняя, все он всемогущий творец. Виктор Гюго «Экстаз. Восточные мотивы». Перевод Тхаржевского. Примечание редакции. Здесь уже рождается поэт, написавший созерцание, способный, как Бетховен, поднять нас к высоким мыслям и чувствам, повторяющимся переливами дивных аккордов. Восточные мотивы Гюго привели к единству романтиков. Молодые писатели упевали с ими. Виктор всегда пишет чудесные стихи с непостижимой быстротой, и время от времени бросает нам восточные мотивы, как камень в муравейник. Виктор Пави восхищался и просил пощады. Виктор читал нам восточные мотивы, неслыханные, совершенно неслыханные, и ни одного слабого стиха совсем убил нас. Художники и скульпторы восхваляли поэта за то, что он своими стихами давал им сюжеты, краски, и за то, что он горячо защищал творческую свободу художника. Романтиков умеренного толка, группировавшихся вокруг журнала «Глоб», завербовал Сент-Бёв, в котором и Гюго, справедливо считавший его драгоценным союзником, расточал похвалы. «Дай руку мне, поэт, с моей соедини, и лиру подними, и крылья распахни, взойди, взойди, звезда!» Классицисты либеральных взглядов, такие как Дюбуа, тоже склонялись перед этой молодой силой, которая после многих версификаторских стихов теперь пробуждала мысль. Эти люди, оппозиционно настроенные, были признательны Гюго за то, что он, обладатель призов и премий, поэт, получающий премию от короля, отмелился провозгласить себя сторонником Греции, на что косо смотрели при дворе, и даже говорил с какой-то странной симпатией о Наполеоне. И снова он, повсюду он. Как студенческая молодежь, он трепетал при этом гигантском имени. «Ты, ангел или черт, теперь не все равно ли? Весь мир ты подчинил своей железной воле, все взоры приковал орлиный твой полет. Ты над землей паришь, как царственная птица, повсюду тень твоих гигантских крыл ложится, над веком образ твой встает». Виктор Гюго, «Он», «Восточные мотивы», перевод Шафаренко, примечание редакции. Сердиться могли только чистокровные роялисты, бывшие сотрудники французской музы, но в свое время Гюго давал им столько свидетельств дружбы, что они терпели. Однако у доброго Надье отношение Гюго стало не таким уж добрым. Со времени собраний в арсенале Надье привык править литературным движением, а возвышение Гюго, провозглашенно властителем дум молодежи, лишало его власти. Он напечатал враждебную восточным мотивом статью под заголовком «Байрон и Мур». «Современные французские поэты», говорилось в этой статье, «не создали ничего хоть сколько-нибудь приближающегося к дивным творениям двух английских гениев. Есть люди, воображающие, что большие таланты формируются в общении с себе подобными, что врожденное дарование со всеми его богатствами развивается среди учтивых разговоров и не нуждается ни в каких побуждениях к своему росту, кроме желания стать знаменитостью, соревноваться с другими в славе». Это была сатира на вгустейший двор Виктору Гюго в квартале Важерар. Гюго при его обидчивости очень огорчила измена былого соратника в свидетеля его первых успехов. «Виктор Гюго Шарлю Нодье. И вы тоже, Шарль. Как я жалею, что прочел вчерашний номер «Лакосидьен». Ведь это одно из самых жестоких потрясений в жизни, когда из сердца твоего с корнем вырывают старую глубокую дружбу». Но Дье сразу сдался. «В вас вся моя литературная жизнь. Если когда-нибудь обо мне вспомнит, то лишь потому, что вы этого пожелаете». Осколки своей дружбы они как-то склеили, но в ней уже не было прежнего чувства непоколебимого и светлого доверия. Добряк Эмиль де Шан, который никогда не знал зависти, оставался нежным другом и завсегдатаем в доме Гюго на улице Нотр-Дам де Шан. «Я люблю вас и все больше восхищаюсь вами», — писал он после каждого своего посещения. Эмиль де Шан Виктору Гюго «Дорогой Виктор, я был так преисполнен сожалений, расставаясь с вашим домом, что позабыл у вас свой зонт. Пришлите мне, пожалуйста, зонт, а сожаления пусть остаются у вас». Зонт стоял в углу столовой, возле двери в гостиную. Сожаления были повсюду, где мы не находили вас. Ваша милая супруга, думается мне, вчера превзошла самая себя в любезности и радушии. Она показала нам весь ваш дворец и весь сад. «Апартаменты у вас превосходные, а музей просто чудо. Где еще найдешь столько прекрасных картин?» Эмиль де Шан Виктору Гюго 13 октября 1828 года «В ближайшую субботу, 18 октября, вы непременно должны прийти на улицу Виллевек в дом номер 10, Бис, пообедать у нас вместе с Ламартином и Альфредом. Это решено. Мне совершенно необходимо посоветоваться с вами о моей поэме Родриго, которую я вскоре буду читать. Вы простите меня, правда? Могу же я смотреть на вас, как на самонужнейшего друга моего?» Ламартин не был знаком с вашим замечательным предисловием к Кронвелю. Я ему дал его. И теперь Ламартин просто без ума от него. И ничего другого, написанного прозой, больше читать не хочет. «Как поживает госпожа Гюго?» «Сообщите, как ее здоровье. Соответственно, этому и мы себя будем чувствовать. Черкните, пожалуйста, ответ. Одно краткое утверждение из двух букв». Эмиль Дэшан просил, чтобы родители привели с собой и дедину. «Нам холодно, и в супе льдины, обед невкусен без дедины, без ангелочка, без ундины». Над Дэшаном супруги Гюго смеялись откровенно. Его беспредельное восхищение ими обоями заставляло их прощать его ужасные каламбуры. Ковыляет, как нотариус на деревянной ноге. Как не простить любых неуклюжих острот человеку, который написал 31 декабря 1828 года? Поздравляя с Новым годом, шлю пожелания. Помилосердствуйте. Не будьте в 1829 году еще гениальнее, чем в 1828 году. И еще счастливее близ своей супруги». Альфред де Виньи, по видимости, остался верным другом. В феврале 1825 года он женился в По на англичанке, приехавшей из Индии, мисс Лидии Бенбери, которую он считал очень богатой. Виньи любил всех англичанок вкупе. Белокурые созданию Ассиана умиляли его. «Если бы вы знали, как поэтична эта нация». Сообщая Виктору Гюгу о своей женихе, Бен писал, «Наших жен свяжет взаимная любовь, как нас с вами. Мы четверо составим единое целое. Я обещал жене, что ваша милая Адель будет ей другом. Мы хотим жить так же, как вы, и возле вас, насколько то будет для нас возможно». Лидия оказалась более сдержанной. Если англичане были поэтической нацией, то мисс Бенбери, очевидно, представляла собой исключение. Она была холодна, надменно, часто хворала, так как подвержена была несчастным случайностям материнства. А между двумя выкидышами предпочитала возить Альфредо де Виньи герцогини де ла Тремуай, княгини де Линь, герцогини де Майе, а не на улице Нотр-Дам-де-Шан. Однако два поэта оставались союзниками и обменивались с похвалами, пищей, необходимой для того, чтобы выжила их дружба. Гюго дарил де Виньи свои новые книги. «Мне нужно дать вам восточные мотивы и последний день приговоренного. Мне нужно, чтобы вы не сердились на меня. Мне нужно, чтобы вы не говорили, «Виктор пренебрегает мной». Ведь я восхищаюсь с вами и люблю вас, как никто еще не восхищался и не любил». Альфред де Виньи хвалил все эти благовония Востока, собранные в золотом ларце, выражал желание расцеловать Виктору Гюго в обе щеки, в правую за восток, в левую за запад, ибо ваша голова — это целый мир. «Я завоевал вас. Я вас полонил уже давно, дорогой друг, и не расстанусь с вами. Вы со мною целые дни с утра до ночи, а утром я снова завладеваю вами. Я иду от вас к вам, сверху вниз и снизу вверх, от восточных мотивов к приговоренному, от городской ратуши к Вавилонской башне. И повсюду вижу вас, всегда вас, всегда блещут ваши краски, всегда поражают глубокие чувства, выраженные правдиво и образно, всегда и везде поэзия. Вот она, святая вода содружества». Но в своем заветном дневнике Альфред де Винье осуждал старого друга. 23 мая 1829 года у него записано. «Видел Виктора Гюго. С ним был Сент-Бёрф, маленький, довольно безобразный человечек. Лицо самое заурядное, спина больше, чем сутулая, разговаривает, делает заискивающие и почтительные гримасы, словно угодливая старуха. В области политической этот умный молодой человек господствует над Виктором Гюго и своим поведением, настойчивым воздействием привел к тому, что он совсем изменил свои взгляды. Недавно он мне заявил, что по зрелым размышлении решил покинуть правый лагерь. Того Виктора, которого я любил, больше нет. Он был несколько фанатичен в своем благочестии и евреализме, целомудрен, как девушка, был также немного дичком, все это очень ему шло. Мы его любили таким. Теперь ему нравятся вольные шуточки, и он становится либералом. Это ему не идет. Но что поделать? Он начал с настроенности, более подобающей зрелым годам, а вот теперь как будто вступает в пору молодости и ищет в жизни то, о чем писал, между тем, как надо сперва пережить, а потом писать. Последний день приговоренного, который до Виньи похвалил, представлял собою короткую повесть. Произведение глубоко волнующее, которое Гюго опубликовал без своей подписи через месяц после восточных мотивов, выдавая эту повесть за найденные в тюрьме записки человека, приговоренного к гильотине, написанные им в последние часы перед казнью. Гюго уже давно испытывал болезненный интерес к вопросу о смертной казни. В Италии и в Испании он видел в детстве трупы казненных. На Гребской площади в Париже он отводил взгляд от страшной машины. Намереваясь писать книгу, он собрал основательную документацию. Ходил в беседер, присутствовал при том, как заковывают скандалы осужденных, как их отправляют на каторгу. Сильное воображение учится страданию. Гюго искренне хотел содействовать отмене смертной казни, считая эту кару более жестокой, чем полезной для общества. Быть может, он надеялся также, что поместив последний день рядом с восточными мотивами, он своим первым опытом постановки в литературе социальных проблем успокоит тех, кто корил его за дерзкую виртуозность. Он хорошо рассчитал, с презрительным высокомерием говорил Виньи. Но это несправедливое мнение. Гюго больше чувствовал, чем рассчитывал. В одном отношении, однако, Виньи судил верно. Как и многие люди, чья юность была строгой, Гюго в 27 лет начал жить. Он испытывал еще неутоленную жажду счастья и наслаждения своими успехами. Не найти во всей Европе принца, короля или полководца более достойного зависти или более счастливого, чем поэт, создавший восточные мотивы. Писал Жюль Жанен, и он же говорил, не знаю ни одного человека на свете, кто хоть когда-нибудь смеялся бы таким зародительным смехом, как Виктор Гюго, которого привел в хорошее расположение духа успех восточных мотивов. Возможно, впрочем, что он переживал тогда душевный разлад. Нельзя безболезненно перейти из одного лагеря в другой. А кроме того, молодой муж подвергался искушениям в обществе художников и их натурщиц. Мораль в долине Важерар была не та, что царила на улице Шарш-Ниди. Адель, почти всегда беременная или кормящая ребенка, очень усталая, далеко не разделяла пламя чувственности, обуревавшей этого пьяного сборщика винограда. Быть может, он невольно думал о других женщинах. Он стал был ухаживать за Жюли Дюведаль де Монферье, но энергичное вмешательство ее брата, кавалерийского офицера, прекратило роман. А тут Адель Гюго сделал ей предложение и в декабре 1827 года женился на этой бывшей учительнице рисования. Братья Гюго влюблялись всем семейством. Виктор легко утешился и написал Эпиталаму «Ты должна быть нашей, так судьба решила, и ничто твоей участи изменить не могло». Вскоре после этой свадьбы 28 января 1828 года с генералом Гюго случился апоплексический удар, сразивший его с быстротой пули. В доме Аделя он умер сразу. Виктор Гюго Виктору Пави 29 февраля 1828 года «Я потерял человека, любившего меня больше всех на свете, человека благородного и доброго, для которого я был предметом гордости и большой любви. Но в том же году, 21 октября, на улице Ноттердам-де-Шан у супругов Гюго родился второй сын, и вновь дом казался счастливым. Счастье, полнота жизни, веселость — эти слова употребляли все, кто описывал, каким был Виктор Гюго, приближаясь к 30 годам. Порой его мучили сомнения в связи с его новыми политическими и религиозными взглядами, сменившими прежние юношеские убеждения. Мы носим в сердце истлевшие труп религии, которая жила в наших отцах. Но уверенность брала верх над сомнениями. Уверенность в своей физической силе. Ни малейшего следа не осталось от крупкости, отличавшей его в детстве. Волчьи зубы, зубы, разгрызавшие косточки персиков. Сила крупного хищного зверя. В стихах, написанных около 1829 года, заметно, что в крови его пробуждается отцовская чувственность. Целомудренный поэт, автор От, позволяет себе в разговорах нескромные шутки. В сборнике «Восточные мотивы», рядом с музой, воодушевлявшей первый вздох, блистала ослепительная перри, которая все краше становилась с каждым днем. У сильных желание увеличивает силу. Затем была уверенность в житейских успехах. Он снимал красивый особняк с большим садом. Своей работой он на все добывал средства. За первое издание «Восточных мотивов», выпущенное Босанжем, он получил 3600 франков. От Гаслена, другого издателя, 7200 франков, заизданные в формате «Ин 12 градусов», «Восточные мотивы», Бюк-Жаргаль, «Последний день приговоренного» и за роман, который еще не был написан «Собор парижской богоматери». Юность свою он прожил в нужде и теперь придавал большую цену достатку, ибо, по его мнению, только достаток обеспечивает писателю независимость. Он сказал Фонтане, «Я хочу зарабатывать и тратить 15 тысяч франков в год». Чисто бальзаковское желание, но бальзак увязал в долгах, а Гюго ужасно боялся долгов. Он каждый вечер подсчитывал свои расходы, записывал каждый сантим и требовал того же от своей жены, которую считал мотовкой. И, наконец, уверенность в своей славе. С 1829 года он был в глазах молодежи неоспоримый мастер. «Виктор Гюго был тем вожаком», говорит Бодлер, к которому каждый поворачивается, чтобы спросить, каков приказ. Никогда ничье господство не было более законным, более естественным, признавалось бы с большим восторгом и признательностью, больше подтверждалось бы невозможностью восстать против него. У него были враги, успех всегда их порождает, надо обладать величием души, чтобы переносить чужую славу. У Гюго даже были искренние бескорыстные противники. Стендаль и Мериме считали его скучным, эти распутники не верили в поэта добропорядочного отца семейства. Мюссе пародировал его, впрочем, без всякой злобы. Но что все это для него? Он знал, что является главой новой школы и поборником свободы литературы. Новое поколение писателей собирается у него в доме на улице Ноттердам-де-Шан. Ящик его письменного стола полон набросков и всяких планов. Носит в сердце с давних пор Ноттердам-Виктор, а теперь влезает сам в Ноттердам. Тетрадь драмы, которую я должен написать, содержала планы его театральных пьес. Одни из этих замыслов он вскоре осуществил. Некоторые пьесы уже раньше были им написаны. Марион де Лорм, Близнецы, Лукреция Боджа, другие же остались неосуществленными. Людовик XI, смерть герцога Энгенского, Нерон. Внизу одной страницы, исписанной заглавиями его будущих произведений, стояло следующее примечание. Когда все это сделаю, посмотрим дальше. Такая творческая сила порождает чудесную веру в себя. Предисловие к восточным мотивам, написанные в 1829 году, носит воинственный характер. Искусство не желает, чтобы его водили на помощь, надевали на него кандалы, затыкали ему рот кляпом. Оно говорит, иди, и впускает вас в большой сад поэзии, где нет запретных плодов. Автор знает, что кое-кто обвиняет его в самомнении, заносчивости, гордыне, и не знаю уж в чем еще, что его изображает кем-то вроде Людовика XIV в молодости, когда тот при обсуждении в Государственном Совете самых серьезных дел являлся в охотничьих сапогах со шпорами и с хлыстом в руке. Однако автор осмеливается утверждать, что те, кто видит его таким, глубоко заблуждаются. Виктор Гюго, предисловие к восточным мотивам, примечание редакции. Да, это верно. В нем больше императорского, чем королевского. Как молодой Бонапарт, он властвовал не по праву рождения, не по божественному праву, но по праву завоевания и по праву гения. И он, ликуя, кричит с гордым видом, будущее, будущее, будущее принадлежит мне. Но вскоре он сам ответит, нет, государь, будущее никому не принадлежит. И он нарисует нам орла под вечным небосводом, когда внезапный вихрь могучие крыла сломал ему. Вскоре сам поэт рухнет в бездну моральных страданий, но в страданиях познает те мрачные муки сердца, которые он должен был испытать, чтобы стать самым большим французским поэтом. Ведь романтизм, чтобы о нем не говорилось в предисловиях Кромвелю, не был ни смесью трагического и гротескного, ни обновлением языка, ни свободным членением стиха цезурой. Это было нечто иное, куда более глубокое. В нем отразился самый дух века, тоска, недовольство, конфликт между человеком и миром, неведомый классиком. Чувство неудовлетворенности жизнью удивительно, невероятно пустой, если оставаться в плену ее границ. Странное смятение души, никогда не знающие покоя, то ликующие, то стянающие. Сердце, полное отвращение к самому себе и освобождающиеся от него лишь в те мгновения, когда человек наслаждается собственным своим несчастьем, видя в этом вызов судьбе. Вот что принесли Гета и Байрон после Руссо. Вот чего искала в тридцатых годах вся французская молодежь, повергнутая в меланхолию, так как она внезапно лишилась славы. Вот чего Гюго, которому жилось чересчур счастливо в долине Важерар, Гюго, автор восточных мотивов, еще не мог ей принести. Но только Гюго мог это сделать. Ни один поэт, даже Ламартин, даже Виньи не были тогда способны поставить на службу своему времени такое мастерство, такое богатство языка и ритмов. И лишь немногого недоставало, чтобы гений его достиг зрелости. Недоставало ему тревоги, сомнений, грусти, которые сблизили бы его с той эпохой. Но как далек он был от мысли, что творчество его станет глубже из-за тех страданий, которые причинят ему молчаливая молодая женщина, подруга его жизни и рожеволосый некрасивый друг, говоривший столько тонких и полезных вещей о его творениях. Когда он считал себя в полной безопасности и наслаждался своими триумфами, в действительности его подстерегала катастрофа. Но следовало показать, каким он был в краткие годы безоблачного счастья, властным мужем, идиллическим отцом семейства, учителем, за которым шел живописный кортеж его учеников, художником, который любовался на огромный город, дремавший подножье холмов в прелестной дымке, цеплявшись из-за его башни, поэтом, изливавшим и весь тот миг на страницах признанием увенчанных книг. Часть четвертая Ранняя осень Кто не был бы на земле достоин жалости, будь нам известно все о всех. Сент-Беофф Верный Ахат Альфред Виньи в своем тайном дневнике очень неблагожелательно разбирал отношения, сложившиеся между Гюго и Сент-Беофф Последний, говорил Виньи, стал Сеидом Виктора Гюго и через него вошел в поэзию. Но Виктор Гюго, который с тех пор, как он существует на свете, проводит свою жизнь в том, что переходит от одного человека к другому, чтобы от каждого поживиться, получил от Сент-Беоффа множество познаний, каких сам не имел. И хоть он говорит тоном учителя, на самом деле он ученик Сент-Беоффа. Конечно, Гюго многому научился от Сент-Беоффа, но кто же будет таким глупцом, что не усвоит то хорошее, что ему привелось узнать? Да, впрочем, и влияние это было взаимным. Каждый обладал тем, чего недоставало другому. Гюго, в совершенстве овладевший музыкой языка, недостаточно обращал внимания на внутреннюю жизнь человека. Сент-Беофф, поэт по своей чувствительности, грешил в поэзии неуклюжестью и вялостью формы. Дело в том, пишет Анри Бремон, что сама его душа какая-то неуклюжая, смутная, бессильная и связанная, утонченная и вместе с тем низкая. Рядом со своими приятелями из содружества он всегда тревожится, смущается, как гость опоздавший на званый обед. По уму и таланту он чувствует себя их ровней, но он безумно восторгается их мужественностью и при том почти без зависти настолько его подавляет, ослепляет эта яркая, пленительная, глубоко здоровая сила. Керубино, скорее бледный, чем румяный, матьинистый, как старик, и незамечающий, что он грызет себе ногти. Школьник, который начитался роман о флакло и хотел бы, но не смеет и не умеет все это пережить. Наивный мальчик, церковный служка, проливающий слезы, укрываясь за алтарем. То ангел, то зверь, но отнюдь не человек. Надо пожалеть этого угрюмого юношу, отличавшегося усердием к наукам и тонким умом, страдавшего тайным уродством, гипоспадией, что еще увеличивало его робость, юношу, которого его душевное изящество предназначало для самой благородной любви и вынужденного довольствоваться продажными женщинами площадной Венерой. Вы не знаете, сказал он однажды с мрачной грустью, не знаете вы, каково это, чувствовать, что никто тебя никогда не полюбит, а почему признаться невозможно. То, что он обрел в доме Гюго, ему казалось просто чудом, ведь он нашел там все, чего у него не было, семейный очаг, друзей, детишек, которых он полюбил. Сент-Бео, Виктору Гюго, 11 октября 1829 года. Тот малый талант, которым я обладаю, развился у меня благодаря вашему примеру и вашим советам, принимавшим обличие похвал. Я работал, потому что видел, как вы работаете, и потому что вы считали меня способным работать. Но, собственно, и мое богатство так мало, что своим дарованиям я всецело обязан вам, и после более или менее долгого пути оно вливается в ваши воды, как ручей вливается в реку или в море. Вдохновение приходит ко мне вискод для вас, от вас и от всего, что вас окружает. Да и вся моя домашняя жизнь пока еще протекает у вас. Я бываю счастлив и чувствую себя уютно только на вашем диване или у вашего комната. Все это совсем не походит на речь человека, которого обирают. Он изобразил себя и свои страдания в книге, которую выпустил без имени автора, дав ей заглавие «Жизнь, мысли и стихи» Жозефа де Лорма. Жозеф де Лорм мечтал стать великим поэтом, но вдохновение обижало его. Какие горькие муки он испытывал при каждом новом триумфе своих молодых современников. У Жозефа де Лорма не было ни учителя, ни друзей, ни религии. Его душа являлась собою непостижимый хаос, где в без неотчаянии приплетались чудовищные игры воображения, чистые образы, преступные мечты, великие неудавшиеся замыслы, мудрое предвидение и вслед за ним безумные побуждения, порывы благочестия и кощунственные чувства. Он называл себя чистым, больным и терзаемым мыслью, что он не изведал любви. В конце 1828 года Сент-Бёх передал Гюго эти мерзкие страницы и спросил у него, не будет ли чересчур непристойным и смешным опубликовать такую обнаженность души. Гюго ответил коротким письмом, горячо выразив в нем волнение, которым потрясли меня ваши строгие и прекрасные стихи, ваша мужественная, простая и меланхолическая проза и образ Жозефа Делорма, ведь он это вы сами, это короткая и суровая история молодой жизни, ее анализ, искусное анатомирование, обнажающее душу. Право, я чуть не плакал в Китае все это. Бедняга Сент-Бёх был счастлив. На мгновение он вообразил себя великим поэтом. В январе 1829 года появились восточные мотивы. В марте того же года Жозеф Делорм Восточные мотивы наделали больше шуму, но их трудолюбивый автор глубоко обдумал урок, который дал ему Жозеф Делорм и вынес из него мысль, что, возможно, поэзия интимная, глубоко личная. Успехи друга внушали тогда Сент-Бёву больше смирения, чем зависти. В своих статьях он выступал как поборник того течения в романтизме, которое возглавлял Гюго, и горячностью тона восполнял слабость убежденности. Ведь он никогда не был подлинным романтиком. Жозеф Делорм был одним из отражений автора, порожденным образом Вертера, но, покопавшись поглубже, можно было обнаружить Сент-Бёве скептика, смеявшегося над Жозефом Делормом. Только он любил все понимать, и его очень смущало, что можно иметь столько воображения, красочности и такую силу выразительности, как у Виктора Гюго. Когда он отобрал материал для своей картины французской поэзии XVI века, он подарил Виктору Гюго великолепный том избранных стихов Рансара, из которого были взяты выдержки, и сделал на нем такую надпись «Величайшему со времен Рансара лирику во французской поэзии» от скромного комментатора Рансара Сент-Беова. Виктор и Адель положили это прекрасное издание в белом веленивом переплете с гербами на стол с гостиной, украшенной золотой лилией, полученной на литературном конкурсе. И мало-помалу друзья Ламартин, Виньи, Гутингер, Дюма, отец, обогатили его своими автографами. Да и сам Сент-Беов своим мелким битерным почерком написал там сонет нелишенной грассы и искусства. Да, друг мой, гений ваш поистине велик, и ваша мысль стильна, как мощный глаз пророка. Все преклоняемся мы перед ней глубоко, как бурей согнута и склоняется тростник. Но вы к нам так добры, как будто каждый миг боитесь чем-нибудь поранить нас жестоко, и дружески следит внимательное око, чтоб для обид у нас и повод не возник. Так воин весь в броне суровой медноливой, увидев малыша, зашедшегося в крики, его сажает в свой пробитый старый шлем, столь бережно подняв рукою загрубелый, что не сравнится с ним кормилица умелой или нежной матери заботливой ко всем. Перевод Шафаренко Примечание редакции Право кажется, что эта чувствительная душа, трепещущая подобно листве серебристого тополя при малейшем ветерке, расцвела тогда в тепле внимательное снисходительной мужской дружбой. Впервые в своей жизни Сен-Дюл, благодаря близости с супругами Гюго, вошел в содружество людей и уверовал, что теперь он спасен от одиночества и томительных размышлений о самом сие. Место театру «На на иернане я надевал не красный жилет, а розовый камзол. Это очень важно. Теофиль Готье». 1829 год был для Виктора Гюго всегда большого друженика, одним из наиболее плодотворных. Он начал собор Парижской Богоматери, написал много стихов, а главное решил завоевать театр. Кромвилл не был поставлен на сцене, но кружок романтиков справедливо полагал, что теперь публика требует нечто иное, чем псевдоклассические трагедии. Что Корнелли и Даза Рассин были великими драматургами, это отрицали только фанатики. Но и гений слишком уж подчинялся условностям. Три единства, сюжеты античные или восточные, сны или узнавания, благородный язык, которые в XVIII веке в руках менее могучих породили скучные и однообразные пьесы. Полагалост, говорил Альфред Довиньи, изображать в прихожих, которые никуда не вели, персонажей, которые никуда не шли, говорили о немногих вещах, сражали неопределенные чувства, изъяснялись туманными притчами, слегка были волнуемы вялыми чувствами, безмятежными страстями и кончали на сцене изящной смертью или фальшим вздохом. О, ненужная фантасмагория, тени людей и тень природы, пустопорожнее царства. Затем это мемуары исторических материалов о времени Решилье. В мане Сен-Мар Альфред Довиньи нарисовал романтический образ Решилье, человека в красной мантии. Юго верно уловил тон светского общества того времени. Многие стихи были хороши, словом, драма имела большие достоинства, отличалась твердой, четкой, крепкой трактовкой, как и все, что писал тогда Гюго. Барон Тейлор, получивший дворянство в 1825 году, попросил устроить имя пьесы. Она состояла с 10 июля 1929 года в комнате с золотой лилией, в присутствии всех друзей Виньи, Зюма, Люссе, Бальзака, Мериме, Сен-Бёва, обоих дешанов, вельмена и художников, завсегдатые в доме. Висторг Юго читал сам и читал хорошо. Надо было видеть его бледный прекрасный а главное дысты и читать его глаз, порой сверкавших как молнии. Висторг казалось интересное, в ней было чем восхищаться, но в те времена просто восхититься считалось недостаточным. Полагалось восторгаться, подскакивать в экстазе, трепетать, полагалось восклицать, как мольеровская филамента, ах, не могу больше, ах, млею, умираю от удовольствия. Словом, слышали с нечленораздельной возгласы, более-менее громкой восторженный шепот, такова картина в целом, подробности ее не менее забавны. Маленький Сент-Беонт вертелся вокруг рослого Виктора. Знаменитый Александр Дюма, еще не состоявший в раскольниках, с беспредельным восторгом размахивал своими большущими руками. Помнится, что после чтения он даже схватил поэта и поднял его с геркулесовской силой. Мы вознесем сгласил он. Что касается Эмиля Дешана, он рукоплескал еще раньше, чем успевал услышать. Щеголеватый, как всегда, он посматривал украдкой на присутствующих дам. Подали прохладительные напитки. Мне запомнилось, как огромный Дюма с аппетитом поедал пирожные и бормотал с полным ртом восхитительно, восхитительно. Забавная комедия, последовавшая за мрачной драмой, кончилась лишь в два часа ночи. 14 июля французский театр принял пьесу без голосования. Через три дня до Виньи прочел своего венецианского мавра перед теми же литераторами и перед большим числом светских людей. «Слуга все докладывал, говорит тюркетти, о графах да оборонах. У гюго атмосфера была романтическая и семейная, у Виньи романтическая и геральдическая. Виньи Сент-Беу 14 июля 1829 года. В пятницу 17 июля ровно в половине восьмого вечера венецианский мавр воспрянет к жизни и умрет на ваших глазах друг мой. Если вы хотите пригласить на этот мрачный пир тень Жозефа Делорма место ему оставлено, так же, как и для Банко. Пьесу приняли столь же горячо, как и Марион Делорм. Всемогущая в те времена цензура разрешила маврак в установке, а Марион запретила. Министр Виконда Мартиньяк одобрил запрещение. Он счел угрозой для монархии образ Людовика XIII, выведенный в драме. Виктор Гюго, полагая, что он не погрешил против истории, апеллировал на решение министра к королю Карлу X и тотчас получил аудиенцию в замке Сен-Клу. В Ревю де Пари, в статье, подписанной Луи Вероном, директором журнала, сообщалось об этой встрече, в которой король выразил благосклонность к поэту, а тот говорил откровенно и почтительно. На самом же деле статью написал Сен-Бёв, и она была подсказана Виктором Гюго. Он описывал, как напомнил королю, что теперь многое изменилось со времен женитьбы Фигаро. При абсолютной монархии оппозиция, вынужденная молчать, пыталась заявить о себе в театре. При конституционном режиме, имеющем хартию, пресса становится предохранительным клапаном. Король обещал, что он сам прочтет четвертый опасный акт. Он действительно прочел этот акт и подтвердил запрещение. Но поскольку Гюго, как писатель, был другом королевского престола, его пожелали успокоить монаршими милостями и предложили ему новые пособия в 2000 франков ежегодно. Гюго отказался в письме полном достоинства. Виктор Гюго, графу де Бурдоне, министру внутренних дел, 14 августа 1829 года. Соблаговолите суды передать королю, что я умоляю его позволить не остаться в том же положении, в каком застают меня его новые благодеяния. Как бы там ни было, мне вовсе не надо еще раз доверять вас, что ничего враждебного от меня не может исходить. Королю следует ждать от Виктора Гюго только доказательства верности, лояльности и преданности. И тот же с породительной своей работоспособностью, граничившей почти с чудом, он принялся за другую драму Эрнани. Имя героя Эрнани взято из названий пограничного испанского городка, через который Гюго проезжал в 1811 году. По сюжету пьеса напоминала Майон де Лорм. Эпиграф состоял из немногих слов «трест пара уна», «трое мужчин на одну женщину». Один из них молодой, пламенный и, как полагается, преследуемый властями человек Эрнани, подобие Дидье. Второй безжалостный старик Руй Гомез де Сильва. Третий император и король Карл V. Какими источниками пользовался автор неизвестно. Несомненно, он обращался к романцеру, к Корнелю и к испанским трагедиям. Развивая любовную тему, он, вероятно, подчеркнул кое-что из своих писем к невесте. В Эрнании отражена и апоэтизирована драма, пережитая им самим вместе с Аделью. Борьба двух юных влюбленных против роковой судьбы вызвала воспоминания о его собственном прошлом. дядюшка Сравнение во французском чисто костей и кастей благород я прекрасно понял бы, если бы всегда, независимо от даты принятия Отелло театром, эту пьесу ставили раньше Эрнани, но Эрнани раньше Отелло нет, никогда. Что же произошло? Вероятно, актеры французского театра, обиженные тем, что Виньин надменно третировал их на репетициях, сами предложили Гюго поставить Эрнани не в очередь. Но он знал, что его подстерегают, завидуют ему, он написал Сен-Веллу. Надо мной собрались черные тучи, вот-вот разразится ужасная гроза, ненависть всей этой низкопробной журналистики так велика, что там уже слуг. Действительно, в разбойничьем вертепе газет Жанен и Латуш уже точили оружие, которое должно было послужить и против Отелло, и против Эрнани. Этой общности Альфред де Виньи не желал признавать. Однако академик Вьенне одинаково упорочил двух этих молодых безумцев, которые своими дикими доктринами готовят для нас нелепую литературу. Гневливый классицист Вьенне привозил в качестве образца разрушительного духа, все решительно неспровергающего, три строки из венецианского мавра «Сейчас, во вторник утром или к обеду, во вторник вечером или утром в среду приди ко мне, или я к тебе приеду». Трагедия Отелло была поставлена первой, но в Великой битве предстояло произойти на представлении Эрнани. «Этне нос индукас и не введи нас, латынь». Примечание редакции. Терзали душу тернии желания Сент-Бёв Весь 1829 год Гюго работал с утра до вечера, а иногда с вечера до утра. То он писал, то должен был бежать в театр или к издателям, то обстоятельно изучал старый Париж вокруг собора Богоматери или складывал стихи, прохаживаясь полеем Люксембургского сада. Между тем, у Сент-Бёва уже создала сладостная привычка приходить ежедневно, а то и два раза в день на улицу Нотр-Дам-де-Шан. Теперь он заставал дома лишь одну госпожу Гюго. Обычно она сидела в саду возле деревенского мостика, а рядом на лужайке играли дети. В начале дружбы двух писателей Адель не играл заметной роли. Новое материнство и кормление груди маленького Франсуа Виктора привели ее, как и многих женщин, находящихся в таком физиологическом состоянии, с какой-то мечтательностью. Сент-Бёв долго держался самого неопределенного мнения о госпоже Гюго, но выказывал ей изысканное почтение. Беседуя с нею наедине, он заметил, что вдали от своего знаменитого супруга она понемногу переходит к душевным излияниям. У Сент-Бёва, любившего жить на краю чужого гнезда, была природная склонность к роли духовника. Он рожден был для того, чтобы носить сутану, говорит Сеодор Пави, и я помню, как он сказал однажды, в другое время я был бы монахом и очень хотел бы стать кардиналом. Но этот аббат колебался между строгим монастырем тропистов и телемской обителью. Впрочем, никто лучше самого Сент-Бёва в романе «Сладострастие» не проанализировал эту сторону его психологии. Я любил узнавать интимные привычки, обычаи в семье, мелочи домашнего уклада, знакомство с жизнью каждого нового дома, в который я попадал. Всегда было для меня приятным открытием. Уже на пороге дома я испытывал некий толчок, мгновенно улавливал обстановку, с увлечением определял малейшие оттенки взаимоотношений людей. Но вместо того, чтобы направить по прямому пути свой природный дар и вовремя поставить для него цель, я пустил его по кривым тропинкам и зашрил его, но обратил в пустое или даже пагубное искусство и добрую часть своих дней и ночей провел в том, что крадычец как вор заглядывал в чужие сады и пытался попасть в геникее. Ой, эти летние медлительные дни, как нескончаемые, как грустны они, вот полдень глыбую навис он надо мною, и выдан головой я солнцу пыль и зною, как жду я вечера, и вот уж к трем часам чуть-чуть придя в себя я отправляюсь к вам. Супруга вашего нет дома, на лужайке резвится детвора, и я иду к хозяйке. Прекрасны, как всегда, вы в кресле и кивком вы мне велите сесть, мы, наконец, вдвоем. И льется разговор привольный и неспешный. С вниманием слушай рассказ мой безутешный о горькой юности, прошедшей, как во сне, доверьем платите вы за доверье мне. Мы говорим о вас и о блаженной доле, что вам назначена была по высшей воле, о малышах, чей смех ваш оглашает дом, о муже, славу и венчанном, обо всем, что счастьем вашу жизнь наполнило до края. Однако же, дары судьбы перечисляя, вы завершаете с унынием свой рассказ, и скорбь туманит взор прекрасных черных глаз. Увы, сколь взыскана я счастьем, но не скрою, не знаю, почему является порою внезапная тоска, и чем вокруг меня щедрее сияние безоглачного дня, чем беззаботнее живется мне на свете, чем ласковее муж, чем веселее дети, чем ветерок нежней, чем слаще запах роз, тем горше рвется грудь от подступивших слез. Сент-Бёв, Усишение, перевод Донского, примечание редакции. Почему же она плакала? Потому что все женщины любят поплакать, потому что приятно бывает, когда тебя жалеют, потому что брак с гениальным человеком иногда был для неё тягостным, потому что её знаменитый супруг был могучим и ненасытным любовником, потому что она уже родила четверых детей, и она боялась иметь ещё новых детей, потому что она чувствовала себя угнетённой. Сент-Бёв не позволял себе ни одного неосторожного слова, всячески восхвалял Гюго и вместе с тем говорил о своём единении с прекрасной собеседницей, ибо их сближает братство скорбящих душ, и предоставлял ей право потихоньку привести его Господу Богу. Позднее он писал Гортензии Алар. В своё время я немножко интересовался христианской мифологией, всё это улетучилось. Она была для меня чем-то вроде лебедя-леды, способом приблизиться к красавице и предаться с нею нежной любви. В 1829 году Сент-Бёв был ещё далёк от такого цинизма. Какие-то нити ещё связывали его с верованиями детских лет. Ему нравилось, что его вновь обращает к Господу женщина, красота которой его волновала. Они говорили о Боге, о бессмертии. Сент-Бёв цитировал святого Августина и Жузефа де Лорма. «Я очень хотел бы верить, Господи, я хочу, почему же я не могу?» Адель Гюго гордилась тем, что с ней так серьёзно говорит человек, которого в содружестве считали очень умным. У неё были свои дарования, она талантливо рисовала, недурно писала, а в жизни с властным эгоистом порой бывала несправедливо унижена. Сент-Бёв успокаивал её уязвлённую гордость. Время от времени эта добродетельная мать-семейства почти бессознательно прибегала к лёгкому кокетству. Зимой, когда уже нельзя было посидеть в саду, она скучалась, принимала своего друга у себя в спальне. Равнодушная к материальному миру, она забывала переодеться и оставалась в утреннем пеньюаре. Случалось так же, что и по вечерам, когда Гюго не бывала дома, двое покинутых и одиноких сидели допоздна у погасшего камина. О, эти минуты были самыми прекрасными, самыми светлыми в тогдашней моей жизни. По крайней мере, за эти воспоминания мне не приходится краснеть. Сент-Бёв сладострастие. Примечание редакции. А когда Сент-Бёв путешествовал, он писал письма Виктору Гюго и наслаждался тогда счастьем, хорошо известным каждому влюбленному, удовольствием послать через мужа весточку о себе его жене. Все это относится к вам, дорогой Виктор, и к вашей супруге, которая неотделима от вас в моих мыслях. Пожалуйста, передайте, что я о ней очень скучаю и что я напишу ей из Бежансона. Сент-Бёв Адели Гюго 16 октября 1829 года. Какая право сумасбродная мысль пришла мне расстаться без всякой цели с вашим гостеприимным домом, лишиться живительных бодрящих бесед с Виктором и право посещать вашу семью два раза в день, причем один раз визит предназначался вам. Мне по-прежнему тоскливо, потому что в душе у меня пусто, у меня нет цели в жизни, нет постоянства, нет дела. Жизнь моя открыта всем ветрам, и я, как ребенок, ищу вовне то, что может исходить лишь от меня самого. На свете есть только одно устойчивое, прочное, то, к чему я всегда стремлюсь в часы безумной тоски и неотвязанных бредовых мыслей. Это вы, это Виктор, ваша семья и ваш дом. Адель взялась написать ответ, так как у Гюго болели глаза, но он помог ей составить письмо. Он нисколько и не думал ревновать. Сент-Бех был его собственным другом и совсем не соблазнительным мужчиной. Сам Сент-Бех и Адель считали свои отношения вполне целомудренными. Но верно уж все запутал дьявол в тот день, когда Адель постаралась, чтобы ее друг, придя в дом в три часа дня, увидел, как она причесывается. «Ты встала, волосы рассыпались волной, останься, молвил мне негромкий голос твой. Под нежной рукой блаженный и лениво струились волосы, как под дождями нива, булатный гребни блеск, тяжелый черный шлем, молодой богиней из эллинских поэм ты предо мной была, или нежной дездемоной, или амазонкою, тобою ослепленной навек я был пленен». Сент-Бёв Книга Любви Перевод Ваксмахера Примечание Редакции Опасная игра даже для порядочной женщины, и, пожалуй, особенно для порядочной. Волнение передается, смятение чувств заразительно, каждый ее жест, каждое слово кажется милостью. Приходит мысль, что ее волосы, небрежно заложенные на голове, сегодня-завтра разовьются при малейшем вздохе, и волной упадут себе на лицо. Флодострастный аромат исходит от нее, как от цветущего деревца, источающего благоухание. Сент-Бёв Флодострастие Примечание редакции 1 января 1830 Сент-Бёв пришел на улицу Нотр-Дам-де-Шан, принес игрушек в подарок детям и прочитал своим друзьям предисловие к сборнику «Утешение». Оно было адресовано Виктору Гюго и посвящено дружбе, являющейся союзом душ пред лицом Бога, ибо вся коренная дружба легковесна, обманчива и скоро иссякает. В этом послании к мужу многие фразы о чистых и благочестивых чувствах обращены были к жене. Два стихотворения очень интимных по тону и довольно хороших были посвящены Адере Гюго. Доверчивый человек не увидел в этом ничего опасного, а Сент-Бёв искренне думал «Утешение были временем моральной чистоты в моей жизни. Шесть месяцев я вкушал небесное мимолетное блаженство». Да, полгода длился этот красивый роман, который Сент-Бёв считал столь невинным, что сам над собой мирялся. Ах, если бы рядом с ним в самой юности, как рядом с его другом была белоснежная красавица, никто не видел бы, как он без цели и без мысли, не оборачиваясь и головой поникнув, из дома утром выходил и брел у самых стен, влача постыдно свой погубленный талант. И никто б не видел, как вечерами он вместе с Мюссе шел в злачные места, тщетных поисках забвения, пытаясь и зачастую неудачно показать себя развратником. Он не был в этом большим докой. Нет, никакой ценой он не мог избавиться от чувства горечи и грусти. Первый день нового 1830 года увы ознаменовал конец небесного и мимолетного блаженства. В январе Читагюго жила очень бурно. Во французской комедии уже репетировали Эрнани и эти репетиции были долгой борьбой между автором и актерами. Конечно, исполнители ролей знали, что пьесу ждут как события в литературной жизни. Конечно, молодой и красивый драматург казался им необычайно пленительным, блистающим гениальностью и лучами славы, но всех актеров пугали непринужденность тона в его драме, буйство страстей и большое количество смертей на сцене. Всемогущая мадемуазель Марс, выказывая на репетициях добросовестность, каждый день старалась, однако, как-нибудь унизить поэта. Юго, холодный, спокойный, вежливый, суровый, наблюдал за раздражающими выходками богини. Он сдерживал нараставший в душе гнев. Однажды чаша переполнилась, и он попросил мадемуазель Марс возвратить роль Доньи Соль. «Сударыня», сказал он, «вы женщина большого таланта, но есть обстоятельства, о котором вы, по-видимому, не подозреваете. Я считаю необходимым о нем уведомить вас. Дело в том, что я тоже человек большого таланта. Помните это и соответствующим образом держите себя со мной». В достоинстве молодого писателя было нечто воинственное и внушительное. Мадемуазель Марс покорилась. Виктор Гюго, поглощенный театральными репетициями, совсем не бывал дома. Он писал друзьям, «Вы знаете, что я обременен, подавлен, перегружен, задыхаюсь. Французская комедия, эрнане, репетиции, закулисные соперничества, актеры, актрисы, подвохи газеты полиции, а тут еще мои личные дела, по-прежнему весьма запутанные. Вопрос с отцовским наследством все еще не наших песков в Солоне уже полтора года никак не могут продать. Дома в Блуа мачха спаривает у нас. Словом, ничего или почти что ничего нельзя собрать из остатков большого состояния. Одни только судебные процессы и огорчения. Вот какова моя жизнь. Где уж всецело принадлежать своим друзьям, когда и себе ты самому не принадлежишь? Действительно, Гюго, который с гордостью выставлял себя образцовым мужем и отцом, больше не принадлежал своей семье. Нужно было, чтобы драма Эрнани любой ценой имела успех, так как судебные тяжбы и хлопоты поглотили все сбережения супругов. Адель, у которой кошелек опустел, всей душой предалась этой спасительной битве, сражаясь рядом с мужем. Провал Эмира Псар показал им всю опасность театральных козней, и Гюго твердо решил захватить собственными своими войсками зрительный зал французской комедии «Вечер первого представления». А войск у него было достаточно. Каждый начинающий художник питал чистолюбивые стремления выступить на защиту самого крупного поэта Франции от рутинеров, проповедников культицизма. Разве не было естественным противопоставить дряхлости молодость, лысым черепам пышные гривы волос, косности, энтузиазм, прошлому будущее? У Жерара Денервальд, на которого возложили вербовку легионов, карманы полны были квадратиками красной бумаги, на которых стоял таинственный гриф «Шпага про буддис». И теперь уж Сент-Бёв, являясь ежедневно в три часа дня с визитом госпоже Гюго, неизменно находил ее в окружении растрепанных юношей, склонявшихся вместе с ней над планом зрительного зала. Женщины чтут полководцев, и Адель увлеклась сражением, тем более, что от исхода битвы зависела слава ее супруга и материальное положение семьи. Ей было только двадцать пять лет. Понукаемые молодыми энтузиастами, она словно очнулась внезапно от обычной своей задумчивости. Разумеется, молодое воинство приветливо встречало верного Ахата, соратника их учителя. — А, это вы, Сент-Бёв, говорила Адель, здравствуйте, садитесь, а мы видите, в какой горячке. Сент-Бёв приводила в отчаяние, что ему больше не удается побыть с нею наедине. Он ревновал ее к этим красивым юношам, у него зарождало смутное раздражение против Гюго, который так доверчиво рассчитывал, что Сент-Бёв расхвалит в газетах его драму. Меж тем, как в глубине души критик терпеть не мог ее напыщенности. Вместе с тем он чувствовал, что сам-то он не способен создать такой неистовый поток страстей, как Вернани, и считал это унизительным для себя. Да, впрочем, ему и не хотелось быть на это способным, и он вообще был против всей этой затеи. Неудивительно, что он ходил унылый, подавленный, видя, как гнездо, в котором он нашел себе приют, стало таким шумным и полным всякого мусора. Да что ж это такое? Нельзя больше уединиться тут с любимыми людьми. Ах, как это печально! Как печально! Раздражение, которое не могло рассеяться в излиянии их души, все усиливалось. И, наконец, терпение Сент-Бева лопнуло. За несколько дней до премьеры он прислал Виктору Гюго невероятно жесткое письмо, в котором извинялся, что не может написать статью об Эрнане. Сказать по правде тяжело видеть, что у вас творится с некоторых пор. Жизнь ваша навсегда предоставлена во всеобщее распоряжение, ваш досуг утрачен, ненавистников у вас стало вдвое больше. Старые благородные друзья отходят от вас, их заменяют теперь глупцы или безумцы. Чело ваше прорезали морщины, его омрачает тень забот, порожденная не только трудами и высокими думами. Видя все это, я могу лишь огорчаться, жалеть о прошлом, поклониться вам на прощание и пойти поискать какой-нибудь уголок, где я мог бы спрятаться. Консул Бонапарт мне был гораздо симпатичнее императора Наполеона. Теперь я не могу и пяти минут отдать мыслям об Эрнане. Тотчас всякие унылые думы начинают тесниться в моем мозгу. Да и как не думать, что вы вступаете на путь вечной борьбы, что вы утратите в ней целомудрие своей лирики, что всеми вашими поступками станут руководить соображение тактики, что вы должны будете встречаться с грязными людьми, что вам придется пожимать им руку. Я говорю все это не для того, чтобы вы сошли с избранного вами пути. Такие умы, как ваш, непоколебимы, да и должны быть непоколебимыми, ибо ясно сознают свое призвание. Я говорю это ради себя самого. Хочу объяснить свое молчание, пока его никто еще не истолковал привратно. Хочу сказать о своей беспомощности. Порвите, предайте все забвению. Пусть это письмо не будет для вас еще одной неприятностью среди ваших понятных неприятностей. Мне нужно было написать вам, так как теперь уж невозможно поговорить с вами наедине. В доме вашем как будто был разгром. Ваш неизменный и грустный Сэнд-Дёв. А как же ваша супруга? Та женщина, чье имя должно было бы звучать под звуки лиры лишь в те минуты, когда ваши песни люди слушали бы, преклонив колени. Та самая, на которую теперь ежедневно устремлены чужие кощунственные взгляды. Та, которая раздает билеты восьми и даже более десятка молодых людей, вчера еще и два знакомых ей. Чистая пленительная близость, бесценный дар дружбы навсегда сквернена в этой толкучке. Понятие преданность попрано, превыше всего ценится у вас теперь полезность, и нет ничего для вас важнее материальных расчетов. Эта приписка сделана поперек письма, на полях, и почерк свидетельствует, что писавший был в ярости. Этот взрыв бешенства по поводу супруги походил на сцену ревности со стороны оскорбленного любовника, и как не удивиться, что Виктор Гюго вытерпел ее. Он уже не мог сомневаться, какой характер носит чувства Сент-Бео Кадели. Но он всецело отдался борьбе, и всякая ссора со своей группой ослабила бы его силы. Два былых соратника продолжали работать бок о бок. Сент-Бео расстылал от имени своего страшно занятого друга билеты его поклонникам в портер. В день премьеры 25 февраля 1830 года он пришел вместе с Гюго за 8 часов до начала спектакля, чтобы наблюдать за тем, как будут впускать в еще неосвещенный зал верных людей. Молодой Теофиль Готье, командир целого отряда краснобилетников, явился в своем знаменитом розовом камзоле, в светло-зеленых цвета морской волны панталонах и в афраке с черными бархатными отворотами. Он хотел эксцентричностью костюма привести в содрогание Филистимлен. В ложах зрители с ужасом указывали друг друга на удивительные гривы романтиков, а молодые художники, глядя на лысые головы классицистов, торчащие на балконе, кричали «Лысых долой! На гелиотину!» Эти писатели, эти художники, эти скульпторы, образовавшие железный эскадрон, отнюдь не были гнусным сборищем подонков. Они проникали во все уголки, где мог притаиться зловредный свистун. Они хотели защищать свободное искусство. Их горячность была признаком силы. То было прекрасное время, бурное и полное энтузиазма, время, когда роялисты, либералы, романтики и классицисты еще не дрались друг с другом на баррикадах, а сражались в театре. Наконец Зануис поднялся. Столкновение началось с первых же строк. дверь потайная. Который час? Уж скоро полночь. Тут все коробило одних, а других все восхищало. Если б не страх, который нагоняли банда гюго, ропот недовольных превратился в шумный протест. Две армии следили друг за другом. Да, он из королевской свиты, из свиты короля. Слова эти стали для огромного племени безволосых предлогом для невыносимого шикания. Но рыцари, защищавшие Эрнани, никому не позволяли ни одного жеста, ни одного движения, ни одного звука, не продиктованных восхищением и энтузиазмом. На площади перед французским театром во время антракта книгоиздатель Мам предложил гюго пять тысяч франков за право напечатать пьесу. Да вы же кота в мешке покупаете. Успех может уменьшиться, но он может возрасти. Во втором акте я решил было предложить вам две тысячи франков, в третьем четыре тысячи. Теперь вот предлагаю пять тысяч. Боюсь, что после пятого акта предложу десять тысяч. Виктор гюго колебался. Мам протянул ему пять банковых билетов. В тот день дома на улице Нотр-Дам-де-Шан было только пятьдесят франков. Гюго взял банкноты. Когда разразилась буря оваций после финала, вся публика повернулась и устремила взгляд на восхитительное лицо женщины, еще бледной от тревоги, пережитой утром и волнений этого вечера. Триумф автора отражался на облике его дрожайшей половины. После спектакля сотрудники Глоб собрались в типографии журнала. Среди них были Сент-Беуф и Шарль Маньен, которому поручили написать статью. спорили, спорили, устаргали, сделали оговорки. К радости триумфа примешивалось некоторое удивление и боязливая мысль, а в какой мере Глоб примет участие в компании, подтвердит ли он успех пьесы. Ведь с воззрениями, выраженными в ней, он в конечном счете мог согласиться лишь наполовину. Тут были колебания. Я тревожился. И вдруг через весь зал один из самых умных сотрудников журнала, который впоследствии был министром финансов, то есть никто иной, как господин Дюшатель, крикнул «Валяй, маньен! Кричи, восхитительно!» И вот Глоб опубликовал бюллетень о победе. Зато Националь выступила враждебно и жаловалась на приятелей автора, которые, не имея чувства меры, не знают приличий. Пришлось порекомендовать преданным защитникам больше не аплодировать по щекам соседей. Следующие представления были организованы Гюго также заботливо. Оппозиция проявлялась всегда при одних и тех же стихах. Эмиль Дэшан советовал убрать слова «Старик тупой, ее он любит». В дневнике Жуанни, исполнителя роли Руй Гомеса, записано «Неистовые интриги. Вмешиваются в них даже дама высшего общества. В зале яблоко упасть негде и всегда одинаково шумно. Это радует только кассу». 5 марта 1830 года «Зала полна, свист раздается все громче, в этом какое-то противоречие. Если пьеса так уж плоха, почему же ходят смотреть ее? А если иду с такой охотой, почему свистят?» В дневнике академика Вьенне читаем сплетение невероятностей, глупостей и нелепостей. Вот чем литературная группировка намеревается заменить Аталию и Миропу, выступая под таинственным покровительством барона Тейлора, которого когда-то назначил ведать этим кавардаком министр Корбьер, со специальным назначением погубить французскую сцену. Сборы превысили все ожидания. Пьеса вызволила супругов Гюго из нужды. В ящике Адели скопилось немало тысячи франковых билетов, которые до сих пор редко появлялись в доме. Триумфатор Гюго уже привык к поклонению. «Из-за дурного отзыва в статье он приходит в бешенство», сказал Тюркети. «Себя он как будто считает облеченным высокими полномочиями. Представьте, он так разъявился из-за нескольких неприятных для него слов в статье, напечатанной в лаку Десьян, что грозился избить критика палкой. Сент-Беоф разразился проклятиями, потрясая каким-то ключом». Сент-Беоф Адольфу де Сен-Валери 8 марта 1830 года. Дорогой Сен-Валери, нынче вечером уже седьмое представление Эрнани, и дело становится ясным, раньше тут ясности не было. Три первые представления при поддержке друзей и публики прошли очень хорошо. Четвертое представление было бурным, хотя победа осталась за храбрецами. Пятое полухорошо, полуплохо. Интриганы вели себя сдержанно, публика была равнодушна, немного насмешничала, но под конец ее захватило. Сборы превосходные, и при маленькой поддержке друзей опасный путь будет благополучно пройден. Вот вам бюллетень. Среди всех этих треволнений Виктор спокоен, устремляет взор в будущее, ищет настоящим хоть один свободный день, чтобы написать другую драму. Настоящий цезарь или Наполеон, нил актум репутанс, и так далее. Нил актум репутанс, не раскаивающийся, ни в чем содеянном. Латын, примечание редакции. Завтра пьеса будет напечатана. Виктор заключил выгодный договор с книгоиздателем 15 тысяч франков. Три издания по 2000 экземпляров каждая и на определенный срок. Мы все изнемогаем. На каждое новое сражение свежих войск не найти, а ведь нужно все время давать бой, как в кампании 1814 года. Сент-Белл был честным соратником. А между тем в сердце у него бушевала буря. Он узнал, что супруги Гюго в мае съедут с квартиры и поселятся в единственном доме, построенном на новой улице Жана Гужона. На улице Нотр-Дам-де-Шан хозяин им отказал, испугавшись нашествия косматов, небрежно одетых мазилок художников, защитников Эрнани, но граф де Мортемар сдал супругам Гюго третий этаж Средства теперь позволяли им жить в районе Елисейских полей. Адель ждала пятого ребенка, и Гюго не прочь был перебраться с нею подальше от Сент-Беова. Пришел конец приятным ежедневным встречам. А, впрочем, были ли они теперь возможны? Жозеф Делором задыхался от смешанного чувства ненависти и восхищения, которое вызывал у него Гюго. Он знал теперь, что любит Адель не как а любит по-настоящему. Некоторые полагают, что он тогда покаялся перед Гюго, и тот предупредил жену. Другие считают, что сцена признания произошла позднее. Но, по-видимому, она, несомненно, произошла. Сент-Беов использовал ее в романе «Сладострастие». Что у Гюго с мая 1830 года появились серьезные основания для горьких чувств, видно из тех стихов, какие он создавал в то время. Однако Сент-Беову, который жил тогда в Руане у своего друга Гутингера, он писал не менее ласково, чем и прежде. «Если б вы знали, как нам недоставало вас в последнее время, как стало пусто и печально даже в семейном нашем кругу, которым мы обычно ограничиваемся, грустно нам даже среди наших детей, грустно переезжать без вас в этот пустынный город Франциска Первого. На каждом шагу, каждую минуту нам недостает ваших советов, вашей помощи, ваших забот, а вечерами разговоров с вами и всегда недостает вашей дружбы. Кончено. Но не вырвайтесь с сердца милой привычки. Надеюсь, у вас впредь не будет дурного желания бросать нас и коварно дезертировать. Однако в том же месяце мая Гюго писал стихи, полные разочарования, такие непохожие на торжествующие восточные мотивы. Перечитывая свои письма к невесте, он с печалью вспоминал то время, когда надежда пела ему песни и сладкой ложью баюкала его. О, письма юности, любви живой волненье, вновь сердце обожгло былое опьяненье, я к вам в слезах приник, отрадно мне, забыв о прочном тихом счастье, стать юношую вновь тревожном полном страсти и поплакать с ним хоть миг. Когда нам молодость улыбку отрадной блеснет на миг один, о, как мы ловим жадно край золотых одежд, миг ослепительный, он молнией короче, очнувшись слезы льем, в руках одни лишь клочья блеснувших нам надежд. Виктор Юго, собрание сочинений, том первый, о письма юности, осенние листья, перевод Грушецкой, примечание редакции. Адель часто плакала, и муж говорил ей, ты плакала тайком, ты в грусти безнадежной, следит за кем твой взор, кто он, сей дух мятежный, какая тень на сердце вдруг легла, ты, черный, ждешь беды, предчувствием то мимо, или ожила мечта и пролетела мимо, или это слабость женская была. Виктор Гюго «Осенние листья», примечание редакции. Астендбев жил в это время в Руане, у романтического Ульрика Гутингера, среди гортензии и рододендронов, и с горделивой нескромностью откровенно рассказывал ему о своей любви к Аделе. Исповедник исповедовался, а Гутингер, прослывший в лагере романтиков большим знатоком в делах любви, поощрял его преступные замыслы, хотя и называл себя другом Гюго. Пребывание у Гутингера было вредным для Сен-Сбева, донжуанство заразительно. Возвратившись в Париж, он снова увиделся с чутой Гюго, но чувствовал себя у них неловко. Сен-Сбег Виктору Гюго 31 мая 1830 года «Хочу написать вам, потому что вчера мы были так грустны, так холодны, так плохо простились, что мне было очень больно. Возвратившись домой, я страдал весь вечер, да и ночью тоже. Я говорил себе, что поскольку я не могу видеться с вами постоянно, как прежде, нельзя нам встречаться часто и платить за эти встречи такой ценой. В самом деле, что мы можем теперь сказать друг другу? О чем можем беседовать? Ни о чем, потому что не можем сделать так, чтобы во всем мы были вместе, как прежде. Поверьте, если я и не прихожу к вам, то любить вас буду не меньше прежнего, и вас, и вашу супругу». Сент-Бюх Виктору Гюго 5 июля 1830 года «Ах, не броните меня, мой дорогой великий друг, сохраните обо мне хотя бы одно воспоминание, живое, как прежде, неизменное, неизгладимое. Я так рассчитываю на это в горьком моем одиночестве. У меня ужасные дурные мысли, подсказанные ненавистью, завистью, мизантропией. Я больше не могу плакать. Я все анализирую с тайным коварством и язвительностью. Когда бываешь в таком состоянии, спрячься, постарайся успокоиться. Пусть осядет желчное дно сосуда, не надо очень его шевелить, не надо делать то, что я сейчас делаю, каяться перед самим собой и перед таким другом, как вы. Не отвечайте мне, друг мой, не приглашайте прийти к вам, я не могу. Скажите госпоже Гюгор, чтобы она пожалела меня и помолилась за меня». Что это? Искренность или стратегия? Вероятно, и то, и другое. Сент-Бео слишком любил и восхищался Гюго, видел, как поэт великодушен по отношению к нему и не мог так скоро позабыть свою привязанность. Но, правда, и то, что минутами он ненавидел Гюго, а тогда искал оснований для своей ненависти и тем больше стремился их найти, чем больше любил. Чтобы утешиться в том, что у него нет могучих сил Гюго, он называл их в своих тайных записных книжках силами ребяческими и вместе с тем титаническими. Он упрекал Гюго в том, что среди всех греческих стилей в архитектуре он понимает только стиль циклопической и называл его полифемом, бросающим наугад чудовищные обломки скал. Он считал его тяжеловесным, гнетущим, неким грубым готом, вернувшимся из Испании. Гюго был молодым царьком варваров. Во времена утешения я попробовал было цивилизовать его, но мало в этом преуспел. В заключение он восклицает «Фу, циклоп!» Затем, пытаясь провести параллель между своим соперником и собой, он говорит «Гюго свойственно величие, а также грубость, Сент-Бёву тонкость, а также смелость». Он мог бы добавить «Гюго гений, а Сент-Бёв только талант». Обе следуют одна за другой. В конце концов монархия пала, падут и многие другие монархии. Шатабриан. 21 июля 1830 года молодой швейцарец Джусто Ливье, страстный любитель литературы, заручившись рекомендацией Эльфреда Девиньи и Сент-Бёва, пришел в дом номер 9 по улице Жана Гужона и позвонил на третьем этаже. Служанка сказала ему «Проходите, пожалуйста, в кабинет барина». Он увидел там медальоны работы Давида Анжерского, литографии Буланже, изображающей колдунов, призраки вампиров и картины резни. Окно кабинета выходило в сад с тенистыми деревьями. Вдали виднелся купол дворца инвалидов. Наконец появился Виктор Гюго. Оливье объяснил, что он тот самый молодой человек, которого направил к нему Сент-Бёв. Сент-Бёв. Шильонском замке о Женеве, о старинных домах. Вошла высокая и красивая дама. Весьма заметно было, что она беременна. С ней двое детишек, мальчик и девочка, которую поэт назвал «мой котеночек». Очаровательная крошка с загорелым и выразительным личиком. То была Леопольдина, она же Дедина, она же кукла. Посетитель нашел, что Гюго не похож на своем портрите. Волосы у него темные, действительно волосы стали у него каштановыми, и как будто влажные, лежат странной волной. Лоб высокий, белый и чистый, но не громадный. Кори и живые глаза, выражение лица приветливое и естественное, сюртук и галстук черные, рубашка и носки белые. Таким описывает его Оливье. Вечером Оливье рассказывал у Альфреда де Виньи о своем посещении поэта. Он сказал, что, по его мнению, Гюго тоньше, чем на портрете. О, что вы, язвительным тоном возразил Сен-Вев, он растолстел. Потом заговорили об Эрнане, где актеры, предоставленные самим себе, все меняли по-своему. В монологе Карла Пятого вместо слов «Так Цезарь с папою две части божества» Мишало говорил, «Народ и Цезарь две части мира», хотя это ломало ритм стиха. «Что ж, наивно замечала публика, так, по крайней мере, мысль менее нелепа». И все собратья захохотали. Сен-Вев рассказал, как фермен ловко исказил реплику. «Да, я из королевской свиты, свита короля», вместо этого он говорил, «из твоей свиты». И как сумасшедший бегал по сцене, потом возвращался на аванс сцену и свистящим шепотом добавлял, «Я к ней принадлежу». Некоторые строфы опять были освистаны, и Иваше, главарь клакеров, хозяинчивших во французском театре, заявлял, «Добавили бы еще человек шесть из левых, и я бы мог спасти эту пьеску». Словом, чисто парижские штучки, которых не щадят ни учителей, ни друзей, играючи, раздирают их на клочья, как хищные звери, чтобы поточить свои когти. Выйдя от Виньи вместе с Сент-Бео, швейцарец захотел проводить его. Он нашел, что это болтливый и желчный человек. «Какое убийственное время», говорил Сент-Бео, «чтобы забыть о нем, нужны уединения, богатства и развлечения. Покончить с собой не хочется, самоубийство — это нелепость». Но что за жизнь? Я думаю, лучше всего было бы уехать в деревню, ходить по воскресеньям к обедне, спокойно говеть великим постом и праздновать Пасху. Господин Гюго верующий? О, Виктору Гюго такие вопросы не мучают. У него столько больших и таких чистых, таких тонких наслаждений, которые ему доставляют его талант. Все, что он пишет, так прекрасно, так совершенно, и он так плодовит, он доволен и своей семейной жизнью, он весел, может быть, чересчур весел. Вот уж счастливый человек. Заметим, что этот счастливый человек только что написал стихи о счастье, полные мрачного смирения и разочарования. Виктор Гюго «Где же счастье? Осенние листья», примечание редакции. Но Сен-Двёв больше не бывал учитый Гюго, его стул в их доме оставался пустым, и еще до конца месяца критик журнала «Глоб» вновь уехал в Руан. 25 июля безумные ордонансы Полиньяка против гражданских свобод возмутили Париж. Еще одно правительство бросилось вниз с башен собора Парижской Богоматери, сказал Шатабриан. 27 июля поднялись баррикады. Гюстав Планш, приехавший навестить ступруга в Юго, предложил маленькой Дизине поехать с ним в поле-рояль полакомиться мороженым. Он повез девочку в своем кабриолете, но дорогой они увидели такие толпы народа и отряда солдат, что Планш испугался за ребенка и отвез его домой. 28 июля было 32 градуса в тени. Елисейские поля, унылая равнина, в обычное время предоставленная огородником, покрылась войсками. Жители этого отдаленного квартала были отрезаны от всего и не знали новостей. В саду Гюго просвистели пули, а накануне ночью Адель произвела на свет вторую Адель, крепенького младенца с пухлыми щечками. Вдалеке слышала сканонада. 29 июля на Тюлери взвелось трехцветное знамя. Что будет? Республика? Лафайет, который мог бы стать ее президентом, боялся ответственности не меньше, чем он любил популярность. Он вложил республиканское знамя в руки герцога Орлеанского. Короля Франции больше не было, теперь он назывался король французов. Оттенки зачастую берут верх над принципами. Виктор Гюго сразу же принял новый режим. Со времени запрещений Марион де Лорм он был в холодных отношениях с королевским дворцом, но считал, что Франция еще не созрела для республики. «Нам надо, чтобы по сути у нас была республика, но чтобы называлась она монархией», говорил он. Виктор Гюго дневник революционера 1830 года примечание редакции Он был противником насилия. Мать описывала ему страшные стороны всякого бунта. «Не будем больше обращаться к хирургам, обратимся к другим врачам». Вскоре его возмутили карьеристы, спекулировавшие на революции, искавшие и раздававшие теплые местечки. Противно смотреть на всех этих людей, нацепляющих трехцветную кокарду на свой печной горшок. Несмотря на то, что Гюго написал столько от, посвященных незложенной королевской семье, ему нечего было бояться. Разве он не совершил революцию в литературе вместе с той самой молодежью, которая приветствовала Шатабриану подножий баррикад. Революции, подобно волкам, не пожирают друг друга. Гюго отбыл прощальный поклон свергнутому королю. «О, дайте мне оплакать этот мертвый род, который принесло изгнание и вновь изгнание унесет». Виктор Гюго писано после июля 1830 года «Песни «Сумерек» » июльскую монархию. Оставалось только, чтобы она его приняла. Он сделал поворот с поразительным искусством, одами, но без угодничества. Его ода к молодой Франции была гораздо лучше в литературном отношении, чем его прежние легитимистские оды, что было признаком искренности. «О, братья, и для вас настали дни событий! Победу розами и лавром уберите и перед мертвыми склонитесь скорбно ниц. Прекрасно юности безмерная отвага, и позавидуют пробитые ткани флага твои знамена Австерлиц. Гордитесь, доблестью с отцами вы сравнялись, права, которые в сражениях им достались, под солнце жизни вы вернули из гробов. Июль вам подарил, чтоб дети в счастье жили, три дня из тех, что жгут форты Бастилий, а день один был у отцов. Виктор Гюго собрание сочинений том первый, писан после июля 1830 года, песни «Сумерек», перевод Полонской, примечание редакции. Гюго хотел, чтобы эти стихи напечатаны были в глоб либеральном журнале. Сент-Бёв, вернувшийся из Нормандии, провел переговоры с редакцией. Гюго пошел к нему в типографию журнала, чтобы пригласить его быть крестным отцом своей новорожденной дочери. Сент-Бёв замялся было и согласился, лишь когда получил заверение, что этого хочет Адель. Сент-Бёв и стал лоссманом, который провел оду Виктора Гюго через узкие еще каналы восторжествовавшего либерализма. Для ее опубликования вглубь он составил милостивую шапку. Он сумел, говорил Стамо Гюго, сочетать с полнейшим чувством меры поры своего патриотизма с должным приличием по отношению к несчастью. Он остался гражданином Новой Франции, не стыдя своих воспоминаний о старой Франции. И сказано было хорошо, и маневр был искусный, поэтому Сент-Бёв остался доволен собой. Я призвал поэта на службу режиму, который тогда установился, на службу Новой Франции. Я избавил его от реализма. Гюго чувствовал себя прекрасно в этой новой роли, которую он, впрочем, начал играть еще со времени оды квандомской колонне. Плохая похвала человеку, писал он, сказать, что его политические взгляды не изменились за 40 лет. Это все равно, что похвалить воду за то, что она стоячая, а дерево за то, что засохло. За дневником юного якобита 1819 года последовал дневник революционера 1830 года. Нужно иногда насильно овладеть хартиями, чтобы у них были дети. Для него все складывалось хорошо. Он состоял в национальной гвардии, в 4-м батальоне 1-го легиона, занимая там должность секретаря дисциплинарного совета, которая освободила его от дежурств и караулов. После постановки его пьесы, после признания его своим при новом режиме, он мог наконец вновь приняться за собор Парижской Богоматери. Работа была срочная. По договору с книгоиздателем Госленом, тем самым который выпустил в свет «Восточные массивы», он обещал представить книгу в 1829 году. С Госленом Гюго плохо обошелся за то, что он требовал изменений в последнем дне приговоренного. А затем Гослена весьма плохо приняла госпожа Гюго, когда он на следующий день после премьеры Эрнани пришел на улицу Нотр-Дам-де-Шан, намереваясь приобрести право на опубликование пьесы в печати. Адель с гордым видом испанской инфанты, бросив на Гослена ястребиный взгляд, надменно рассказала ему историю об издателе «Маме» и пяти тысяч франков. Гослен, разумеется, был всем этим раздражен до крайности и потребовал представления рукописи собора Парижской Богоматери, угрожая взыскать неустойку в сумме пяти тысяч франков за каждую неделю запоздания. Гюго принялся было за работу, но тут произошла июльская революция. Новая отсрочка до февраля 1831 года. Но на дальнейшую отсрочку нечего было надеяться. Виктор Гюго купил себе бутылку чернил и вязанку из грубой серой шерсти, окутавшую его от шеи до кончика ног, запер свои костюмы на ключ, чтобы не поддаться соблазну куда-нибудь отправиться вечером и вошел в свой роман как в тюрьму. Так как он не отходил от письменного стола, Адель вновь оказалась очень одинокой. Неодолимые искушения для Сент-Бёва, который исповедовался в своей любви всем подряд. Виктору Павии он писал 17 сентября 1830 года. «Да, друг мой, помолитесь за меня, посочувствуйте мне, потому что я страдаю от ужасных душевных мук. Все, что я мог бы сказать в поэзии, подавлено, любовь моя безысходна, тоска меня томит, я ожесточился, я вновь стал злым». А ведь довольно выгодно называть себя злым, тем самым дозволяешь себе быть злым. В редакции Глоб происходили крупные ссоры. Дюбуа хотел отстранить Пьера Леру, гневая за его сенсимонистские рассуждения. Сент-Бёв выказывал поразительную снисходительность к Леру, свойственную скептикам по отношению к ясновидцам. Кончилось все это пощечиной, которую Дюбуа дал Сент-Бёву и дуэлью последнего со своим бывшим учителем. Жертв не было, но госпожа Гюго не могла скрыть свою тревогу. Сент-Бёв, увидавшись с ней на крестинах маленькой Адели, воспользовался этим, чтобы осведомить ее о состоянии своего сердца, тот же самый прием, который когда-то применил жених мадемуазель Фуше во времена литературного консерватора. Сент-Бёву нужно было написать статью о переписке Дидро с мадемуазель Воллан, и он включил в эту статью прекрасные выдержки из писем Дидро, предназначая их для своей любимой. Сделаем так, моя дорогая, чтобы жизнь наша не была омрачена ложью. Чем больше я буду уважать вас, тем больше вы будете мне дороги, чем больше я проявлю добродетели, тем больше вы будете меня любить. Однако я порой уношу с мыслью в те края, где вы пребываете, отвлекаюсь от своих дел. Возле вас я чувствую, я люблю, я слушаю, я смотрю, я ласкаю, я веду такой образ жизни, который предпочитаю всякому иному. Четыре года тому назад я впервые увидел вас, и вы показались мне красивой. Ныне я нахожу, что вы стали еще краше. Вот магия постоянства, самой трудной и самой редкой из наших добродетелей. О, друг мой, не будем делать ничего дурного, пусть любовь возвышает нас, будем, как и прежде, неизменно наставлять друг друга. Искусные сочетания обожания и почтительности Дальше, 4 ноября 1830 года, в другой статье, написанной по поводу переиздания Жозефа де Лорма, Сент-Беуф под именем несчастного де Лорма лишний раз старался вызвать сострадание к себе. Он был неловок, робок, нищ и горд. Он ожесточился под бременем своих несчастий и без стеснения рассказывал о них самому себе. Сент-Беуф провозглашал будущую славу своих друзей Гюго и Девиньи. Что касается бедного Жозефа, ему ничего этого не достигнуть. Впрочем, у него и сил не хватило бы пройти через всяческие испытания. Он размяк от собственных своих слез. Короче говоря, читателю сообщало, что Де Лорм так же как Четтертон покончил с собой. Это самоубийство по полномочию автора потрясло Виктору Гюго и, оторвавшись на один день от собора Парижской Богоматери, он написал своему другу хорошее ласковое письмо. Письмо. Письмо.